Вы сдаёте сырые дома. Слушайте, ну, честно, разочарование. Плитку здесь тоже зелёненьким покрасили вместе с потолком. А главное, влепить. Остальное неважно. Пытались это всё исправить, но не получилось. Но это дополнительно, соответственно, мы понимаем. И будучи негром преклонных годов, всё держится на малярном скотче. Людям это не нужно. Но вот это, понимаете, чтобы заметь, я даже не знаю. Это, похоже, специально они мняли. Беззамковая система допуска. Закрома застройщика. Не стоя своих денег. Они пошли вам на встречу, сдали раньше. А вы выделываетесь. Собаке лапы помыть, вот всё. Так и должно быть. Так и должно быть, да. Чтобы меньше было ощущение, что ты в общаге. Сжавая арматура, бетон обвалился. Здесь просто дырка мне. Как хорошо людям в России в домах от СДС. Видите свет? Что это? Пулемётная лента из ключей. Сколько разрешили, столько и построили. Строители оставили сюрприз. Почему было их красиво не окрасить? Всё строили с нуля. Чуть-чуть пофигнее и всё. Молодцы. СДС. Друзья, добрый день. Я Андрей Артёмов. Не так давно я обозревал жилой комплекс «Новые горизонты». И вот сдали новые горизонты 2. 30 мая 2023 года застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию своей второй очереди. И через пару дней получил деньги с эскроу-счетов. Сейчас уже начали выдавать ключи. Мы с вами посмотрим, как застройщик сдал свою вторую очередь. Есть ли работа над ошибками и соответствуют ли территории и здания рендерам застройщика. Потому что, напомню, мы квартиры приобретаем по картинкам. Я вот смотрю на это здание, на новые горизонты, и мне напоминает город первых своим фасадом. Ну, первое начнём, что дворовая территория. Вот это, да, вроде улица. Но вот здесь стоял забор у застройщика. Значит, это территория комплекса. Почему здесь ничего, друзья, к сожалению, не облагорожено? Просто насыпали землю. Если подойти ближе к этому дому, то мы видим класс энергоэффективности D. Напомню, у нас разрешённое проектирование и строительство зданий с классом энергоэффективности C. Он выше, чем D. А D – это реконструкция зданий. Но здесь я не помню никакой реконструкции. Здесь всё строили с нуля. Видим с вами вход в приямок. Вот так досочка его подпёрли. Наверное, по проекту. Здесь мы видим сотрудники, строители, каски, рюкзаки, что-то там делать. Но вот зато внизу в приямке видно дендренаж, куда должна уходить вода. О, как круто прикрутили. Главное, чтобы никто не убился. Здесь уже территория дворовая самого, соответственно, комплекса. Какого-то должен был быть знака, его нет. Тут землю, знаете, так подкидали. Здесь даже есть зёрна травы, но никто ничего не поливал. Естественно, трава здесь никогда не взойдёт. Здесь с травой аналогично. Должен быть, скорее всего, какой-то, полагаю, стол посвящений. Здесь, здесь. Под него, видите, огромная гофра, но почему-то ничего нет. Круто сделали канализационные люки. Обратите внимание, как они выше уровня газона. Но смотрятся, по мне, как-то жёстко. И почему на газонах нужно делать эти люки. Входная группа. Большая цифра 1. Первый подъезд, нумерация квартиры есть. Считается нормально, но из-за того, что нумерация здесь в глубине, не со всех ракурсов будет сразу видно, где что. К примеру, вот сюда смотришь. Если бы они сверху, к примеру, вынесли вот сюда, то это было бы сразу видно. А здесь, соответственно, смотришь и не понимаешь, какой это подъезд. Особенно, когда здесь первый раз или приезжают таксисты. Есть скамейки, есть урны. Кривой, косой, реальный асфальт. Обратите внимание. То есть он реально, вот я хожу, он какой-то кривой очень. Урна стоит. Какая филевая башня. А здесь я не знаю, что они проверяли воду или что. Но вот обратите внимание, как сделана уклонка. То есть вот вода потекла. Здесь расходится. Здесь будут постоянно стоять лужи. Ну, приятного мало, тем более это новый дом. Входная группа. Есть вот такой здесь стеклёный тамбур. Алюминиевые двери. Не такое большое стекление, как хотелось. Со штапиком мы уже видим здесь. Что-то так всё криво-косо. Тут видно, без самореза было никуда. Ну и смоешь как-то так. Конструкция меня, честно, доверия не внушает. Здравствуйте. Заходим. Заходим. Тамбур. Здесь у нас специальная штука, чтобы вот так вытирать ноги. Но смонтирована тоже достаточно криво. И вот такие смоем моменты. Плёнку почему защитную не сняли? Кто её будет снимать? Куски какие-то оставили. Вот здесь вот просто кто-как подрезал. Чем они здесь подрезали? Стамеской долбили? Похоже, да? Смотрите. Ну, это почему ровно не сделать? А что, витражи не устраивает? Почему витражи? Вот, вот эта подрезка. Ну, так, конечно. С той стороны выйти, посмотрите, как всё закреплено. Ну, это как так? Ну, здесь уже хотя бы более-менее. Плитка большой формовки. Смотрится красиво. Вот здесь скольчик уже на новой плитке от застройщика. Входная группа. Проходная прямо во двор. Здесь тоже нормальное количество остекления. Ну, у ЦДС ограничителей, друзья, нет. Экономят. Самый из недорогих, что можно было поставить, с тем допуск от визита. Он смотрится, по мне, достаточно нуло. Вот захожу, вроде, смотрите, всё нормальненько, так даже красивенько. Поворачиваешься сюда, блин, вот эти трубы пойдут. Почему было их красиво не окрасить? Вот это вот прям по грязи окрасили, по ржавчине, по штукатурке. Вот новый сданный дом. Здесь затирки не хватило, как и в Чёрной речке от ЦДС в бизнес-классе. Поднимаешь голову наверх, и вот здесь, смотрите, обратите внимание, провода, но почему-то ни к чему не подключены. Я не знаю, раз сдали, значит, так в проекте, должны они просто вот так, значит, пучком висеть. Потому что, напомню, что чтобы сдать, получить разрешение на вводу в эксплуатацию, проект должен соответствовать 100% проекту. Не сняли колпачки для пожарных датчиков, но это нормально. Вот видите, они голубенькие. Я как-то, помню, показывал, как они выглядят. Это переговорное устройство для сотрудников МЧС в лифт. Ну, соответственно, конечно, вот этот короб здесь не к месту. Надо было хотя бы утопить туда, в стенку сделать. Красиво смотрится подсветка из-под зеркала. Мы сразу с вами можем посмотреть, кто заказывал, кто производитель. Ну, вот мне кажется, что вот это нужно было снимать. Навряд ли вот такие таблички есть в проекте. Это, конечно, странно. Ну, и зеркало, конечно, не отмытое. Его нужно было нормально отмыть. Вот если посмотреть, то есть вот докуда они дотянулись, вот прям вот такая волна видна. А дальше все в пыли и в грязи. Здесь мы с вами видим кнопку вызова. Есть указатель, на каком этаже расположен лифт. Ну, что-то все, конечно, в пылище. Спасибо, что есть указатель этажности, 17 этажей, нумерация квартир, пассажирский лифт, да-да-да-да-да-да, и контакты, если что, вызвать. Здесь еще, соответственно, осталась плюнка. Ну, наверное, я считаю, правильно, что не сняли, потому что будут все таскать и могут все повредить. Так хотя бы есть возможность того, что останется более целее. Вот здесь мы видим подрезку плитки. Тут и затирка, и скотч, все вот так осталось. Ну, все по проекту. Здесь, если обратить внимание, вот видите, тоже что-то шло-шло-шло у них не так. И вот здесь тоже в углу. Ну, как-то, знаете, все неаккуратно. Вот уголок, он вроде, знаете, должен блестеть, но он весь в грязи, в каких-то изъянах, и на новую вещь не катит. Здесь делали вроде заподлицо, местами приклеили наклей, наверное, все отваливалось. Ящики смотрятся неплохо, нормальная нумерация, нанесенная такой наклейкой. Как бы недорогие ящики, но смотрятся достаточно приятно. Второе зеркало здесь у нас почему-то... А, здесь просто, ну, без подсветки. Я не знаю, это так задумано или нет. Ну, вот если обратить внимание, вот видите, они демонтировали. Здесь, получается, плитка закончилась, и достаточно толстый получается шов. Смотрится некрасиво. Здесь чуть-чуть сделано, соответственно, лучше. Смотрим здесь. Это вот вход, это лицо вашего дома. Вы сюда будете ходить каждый день. Я обращаю ваше внимание, как они круто подрезали плитку. Блин, ну как такое можно? А если обратить внимание чуть выше, как тебе такое, Илон Маск? Кто-то на Луну летает, а кто-то до сих пор не научился плитку подрезать. Обратите внимание на стык потолка и стены. Это для кого вы оставили вот эти дырки? Мне по-другому это не назвать. Кому? Здесь аналогично видим, почему-то с алюминиевой конструкции они не сняли защитную пленку. Я не знаю, для чего это, для чего ее, почему ее не сняли. Но из плюсов, конечно, что здесь тоже есть тамбур, нормальные цвета, недорогая плитка. Зато здесь красивенько закрыли радиатор. Смотрится по мне красиво, не считая саморезов. Я не знаю, хотя бы окрасить могли бы. Есть же краска. Взяли, покрасили саморезы, потом вкрутили, потому что саморезы выбиваются из общей достаточно неплохой картины. Здесь у нас должны быть пожарные рукава. Открываем. И их здесь нет. Ну, хотя бы есть вентиль, есть муфта. Смотрим. Ну, что-то я не вижу, что здесь лампочка мерцает. Ну, значит, не работает. Ну, и, конечно же, пожарный кран могли бы хотя бы тряпочкой протереть. Сделать красиво. Ну, смотрите, друзья. Ну, вот смотришь, вроде водосточная труба сверху. Почему было не сделать изгиб, чтобы она шла вот здесь? Нужно было сделать вот такую конструкцию. Но обратите внимание, как это все закреплено. Здесь и здесь. А здесь вот просто болт какой-то. Здесь уже вот все отвалится. И смотрите. Чуть-чуть ее кто-то заденет. Не знаю, вот будет по телефону, говорит, прислонится, вместе с трубой просто вниз упадет. Молодцы, ЦДС. И вот это что такое? Это какой-то туалет общественный. Тут у меня такое ощущение, что, наверное, дизель-генератор был. Они тут топливо разливали. Красиво очень сделана вентиляция. Очень ровно. Красочкой ничего не заляпали. Молодцы. Это деформационный шов. Он вообще должен идти вот здесь. Вот вы видите, трещина пошла. То есть вот здесь шов есть. А не тут специально такой мягкий материал. Типа как пластика такой. Тоник. И как будто натяжной потолок только потолще проложили. А здесь почему-то этого нет. Поэтому, естественно, дует трещина. Так туда будет. Надо смотреть в проекте. Здесь вообще дырка там, чтобы воздух гулял. Надо смотреть по проекту вообще. Вот должно это было быть или нет. Потому что по-нормальному должен быть вот деформационный шов быть в один уровень. А не так, что тут сделали, а тут не сделали. Ну, вообще как-то странно по мне. Рассказывайте. Были мы на собрании перед приемкой квартиры. В новых горизонтах уже вторую очередь. Да, в новых горизонтах, да. В общем, управляющая компания изначально нам как предподнесла, что, мол, так как у нас есть большой опыт уже в сдаче домов. АЦДС от своего же застройщика. Вот. Поэтому вам нужно внести что? Целевой взнос в размере. Что-то порядка вроде двух тысяч. С каждой квартиры. Да, да. Пятьдесят рублей. Пятьдесят пять рублей с квадратного метра. С квадратного метра, да. В общем, мол, так как уже опыт есть, что, мол, людям, которые заселяются, не хватает заборчиков, чтобы по газонам не ходили. Собак, возможно, не выгуливали. Ну, в здравом уме человек как бы не будет ходить через газон. Решетку поставить, чтобы на кровлю было нельзя выйти. При том, что там уже дверь стоит нормально и как бы ее явно не было... Ну, закрыл замок и все. Да, но предоставляется это как, типа, мол, дети туда будут выходить, чтобы туда дети не вышли. Зачем туда детям вообще в принципе идти? Слушайте, а у меня предложение. Давайте у каждой входной группы сделаем такой, знаете, весь забор металлический, поставим охранника с автоматом и собакой. Мы уже предлагали, да. А, да? Хотят поставить камеры на каждый этаж. А почему сразу в проекте это было не сделать? Зачем надо сейчас это все долбить? В проекте у них только в лифте предусмотрена камера, в холле на первом этаже. Ну, вот здесь я вижу по периметру. Да, и по периметру все. А все остальное, заплатите, мы вам все поставим. По пути посмотрим на прекрасные кусты. Я помню, здесь должны были быть деревья, высокие кусты, согласно рендеров. Но почему-то я здесь ничего этого не вижу. Может быть, вы видите, а у меня со зрением плохо? Нет. Я, блин, так кто тоже не видит. Тоже не видите, да? Блин, ну что ж такое, а? Здесь у нас паутина из проводов, прикрепленная, чтобы точно не потеряли. В ближайшие два месяца, пока люди будут заезжать. Будет все закрыто, да? Да, а потом они уже все это сделают. Здесь закрыты на замок. Здесь вот у нас ключик есть. Но мы понимаем, что ключ здесь не нужен, потому что ригель не заходит, куда нужно. Ворота, соответственно. И вот здесь, обратите внимание, здесь вот такая штука, и чтобы ворота закрывать, чтобы они не... В землю. ...лиходили. Но она втыкается прямо в землю. И я уверен, через какое-то время здесь просто вырыта будет такая ямка. Что у этого дома есть подъезд с той стороны, разгрузочная зона. А вот у нас здесь проблема будет с разгрузочной зоной. Ну, вот здесь можно проехать до туда. И вот, как бы, куда тут поедет та же самая газель, куда поедет эта вот ворота? Собственно, газель, я даже не знаю. Так вот. А, нет, они широкие, в принципе. Здесь только по газону ехать. По газону, вот. Меня это тоже удивило. Куда она здесь поедет? По газону. И с той стороны у нас тоже не подъехать. Вот. Ну, тут реально на таран, потому что все закрыто, не дай бог что-то. Вот здесь обратите внимание, что торчит гофр, из нее куча проводов. То есть должно было что-то быть подключено, но ничего нет. То ли свет какой-то, то ли, я еще не знаю. Но ворота, конечно... Очень удивляет. И вот здесь калитка такая. Здесь для слона она, что ли? Для чего она такая широкая? Что ворота, что калитка? Площадка вроде такая, ничего, на первый взгляд. Набивное покрытие. Тут немножечко резиновое. С деревьями, конечно, все очень скудно. Там, говорят, повозка с сюрпризом. Повозка с сюрпризом? Там какие-то доски лежат. Строители оставили сюрприз. Я вот со своим ребенком, полуторагодовалым, здесь вот явно не погуляю. Ну, по мне, смотрите, они это сделали дешево. То есть просто поребриком все огородили. Да, и песочницу такую сделали. Якобы песочницу, но в то же время можно резиновое покрытие не класть. Ох ты, смотрите, какая красота. А это дополнительно. Это вдруг что-то у вас сломается? Или это уже было сломано? Чтобы дети могли поиграть, побегать, поиграть в рыцарей. Это будет щит. По оборудованию здесь достаточно прилично оборудован. То есть не сказать, что там скудная площадка. Куча различных лазалок. Но по мне, вот само вот это покрытие набивное, обратите внимание, здесь куча камней. Вот мелких было бы побольше. Здесь просто его немножко совсем насыпали. Просто немножко насыпали. Для затрочек, мне кажется, это сущие копейки. Почему бы не добавить? В случае того, что это еще потом разнесется туда и смоется водой дождевой. Ну, тоже есть такое дело. Фасады не отмыты. В итоге потом они заново взяли, все перештукатурили и заново все еще раскрасили. А, молодцы. И забыли помыть еще раз. Да. Очень как бы. Смотрите, вот приямочек, смотрите, как палочкой подперли. Да. Молодцы, молодцы. Это помните раньше в «Жигулях» так было? Багажник ломался, или там в иномарках старых, они палку такую возили, саму ставили, чтобы ты наглую капот не упал. Вот здесь то же самое. У них разрешение на воду уже получено. Мы смотрели все по камерам, в тот день, когда пришла здесь комиссия на приемку, они зашли только конкретно в паркинг. Что они там посмотрели, на 20 мест паркинг у нас тоже, удивительно. Я забыла вопрос о собрании, и сказали, сколько разрешили, столько и построили. А сколько разрешили? Да, ну то есть как бы. Да вы что? Там же есть целый драматив, количество парковок, количество жилой площади. Мы просто теперь не знаем. А кто там отвечает? Это главных маркетолог? Генеральная директриса, по-моему, она была. Лично отвечает? Ничего себе. Покупаешь новый автомобиль, приходишь, тебе дилер ее намыл, выдал чистый автомобиль, хотя он и так новый. И там пылинки даже, как говорится, нет. Так вот, да. Ты принимаешься вот так ползаешь, у тебя что-нибудь они пришли, он весь в говнище. Так вы же все равно будете ездить, он все равно будет грязным. Я просто привела пример, я говорю, вот я 5 лет назад принимала квартиру от ЛСР. Так мы пришли на приемку, у меня в квартире было намного грязнее, сдаваемой, чем в мопах. Там было все вылизано настолько, что мы прям, когда увидели ваше видео с города первых, мы прям очень были шокированы и боялись, что у нас такая же была ситуация. Ну, то, что это входная группа, можно только вот, когда сюда подойдешь, увидеть. То есть, вот я бы перевесил бы вот эту. Хотя бы вот сюда или продублировать. Вот сюда бы, да, или дублировать, или сюда просто побольше бы. Потому что сразу не заметишь. Классно, привязали дверь, ограничители, как и обычный УЦДС, отсутствуют. Здесь, обратите внимание, вот видите, вот он уже, вот такое ощущение, что вот-вот выпадет. Если бы не вот этот металлический уголок, то он бы, наверное, давно бы уже выпал. Наверху вот здесь, если смотреть, вот это примыкание сделано как. То есть, разное расстояние, вот эта планка, видите, то есть, она вот идет-идет, здесь прерывается. Откос криво стоит. Тут все криво, тут просто дырень, тут не докрашено. Непонятно вообще, там что-то есть, или там просто сквозная дырка. Вот здесь в углу тоже самое. Зимой проверим. Из момента, вот вы сюда и заходите, должен быть хотя бы козырек защитный, там от снега, от дождя хотелось бы, потому что у нас домофон здесь. То есть, вы пришли, по идее должна быть дверь закрыта на замок, валит дождичь и ливень в Питерске, а ты там в сумке ищешь, где же мой этот, чтобы туда пройти. Ну, естественно, визит поставили. Визит-то может быть и работает хорошо, я не против, но он смотрится, ну, реально 90-х годов, да? То есть, могли бы посовременнее вот это по-новому поставить, там с видеонаблюдением. Здесь вот что-то есть, но непонятно работает или нет. Еще пока-же не подключено. В домах стоят, по крайней мере. Заходим. Штука вытереть ноги. Вот только наступите еще раз вот сюда. Туда-сюда ходит. Ну, нормально. Почтовые ящики. Не хватает какой-нибудь, знаете, скамеечки, куда, например, девушка там... Или урны маленькие. Урны, да, под спам не хватает, потому что, извините, у нас только спам, это трындец. Смотрите, здесь можно выбрать любой ключ от любого почтового ящика. Пулеметная лента из ключей. Они вчера наклеили, только в первый прием пришла, да, да, и они меня удивляют. Начинается в день приемки, они начинают убирать строительный синий забор. За час, за час до первой приемки. И вчера у нас тоже началась приемка в нашем корпусе. Также этот забор начали синий двигать за час до прихода первого вообще дольщика. И уже, по-моему, где-то около двух-трех часов дня они вот стояли, клеили здесь. А на плитку посмотрите, как вы считаете, хорошо отмыли? Нет. Можно вымыть еще раз на три, и будет хорошо. И затирка разноцветная, по-моему. Да, да. Слушайте, ну здесь такое ощущение, что он не сдан, еще какой-то тут беспорядок, какие-то тут обрывки, бумаги, все в пыли, в грязи, не понимаю, почему так. Если бы отмыли, то смотрелось бы достаточно, ну, нормально смотрелось бы. Что это такое? Слушайте, ну вот это же делали классно, но вот здесь почему-то, видите, саморезов не хватило. Здесь черные, обычные, вот эти китайские. В другом подъезде, вот где вы меня встретили, там они были серебристого цвета. Вот сама идея прикольная. Но реализация крепления, конечно, оставляет желать лучшим. Есть специальные отверстия под крепеж, и они влепили прямо сюда, чтобы плитку не сверлить, вот между стыками. А вот здесь что-то, что помните должно быть на рендерах вот здесь? Не помните? Ну что-то должно быть, да? Вот видно, оголенные провода. Скорее всего, светильник должен быть какой-нибудь синтезаревский. Возможно, возможно. Ну про беспорядок я молчу. Раз, два, четыре лифта, два пассажирских, два груза пассажирских. Есть нумерация квартир на каком этаже, какой находится, и табло показывает, где едет лифт. Только на первом. Мы приспать, мы посмотрим. Слышал, у вас есть маленький ребенок, куда поведете его в сад? Ну на данный момент у нас прописка в городе, в Приморском районе. Мы пока туда в частный саде ходим. Планируем пока что, как бы, наверное, туда. Здесь-то есть сад? Здесь есть самый ближайший в Энфилде. Это самый ближайший. И он переполненный. Есть камера видеонаблюдения, которая обмотана малярным скотчем. От души обмотана. Что это? Что это? Ой, ты подкрой нажал еще? Чистота. Да. О! Да, тоже говорили об этом. Так и должно быть. Подарочки. Подарочки. Стойте, вы вот очень смелый мужчина, я смотрю. Вот так делаем. А потом, когда понимаем, что она не падает вниз, тогда только можно подходить. Это вот реально делаете всегда. Слушайте, вот отсюда, кстати, ох ты, вид-то какой прикольный. Да, очень красивый, да. Вид красивый. Раньше это были поля, а теперь вместо полей здесь дома. Дома, конечно, это хорошо. Но вот если опустить камеру вниз, то мы видим ущербность детской площадки, ущербность озеленения. И я, например, вспоминаю картинки озеленения и, на мой взгляд, рендеры не соответствуют действительности. Не только на ваш, на наш тоже. На ваш тоже, да? Да. Это вот единственная маршрутка, которая сюда приезжает. Нет, тут еще автобусы ходят, но они там подальше где-то установлены. Ну, это остановка туда-дальше, вот где уже... Да, 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 да. Самая ближайшая, да. Да, 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 да. И отсюда вот видно, да. Но нам обещали, что... Ни детских садов, ни школ, ничего нет. У нас анициативная группа писала в транспортный комитет, обещали нам продлить отсюда или новый автобус пустить, я точно не помню. До, прям до... Слушайте, я вот на самом деле, знаете, чего не понимаю? Вот они... Город согласовал проект. Блин, ну почему вы сразу не думаете о инфраструктуре, о выездах? А да! Почему я должен писать в какой-то комитет, писать по дорогам? Блин, ну вот тут две полосы, извините, здесь жить будет там десятки тысяч людей. Почему дорогу сразу, бляха-муха, не расширить? Сделать четыре полосы, нормальную разделительную, сделать заезд нормальной подостановки. Вот, подъехала к остановке, здесь даже вот этой будки, скажем, нет куда-то дождя, там от снега, от холода спрятаться. Здесь вон какое-то поле, я не знаю, тут просто картошку они посеять решили или что. Ну как так? Стоянок нормально сделать, парковок для людей бесплатных. Ну вот тут все не отмыто. Ну хотя бы держится крепко. Мы видим следы от сварки, видим ржавчину. Ну и что, надо подняться наверх, естественно. Идти вот по такой грязище. Здесь строители таскали два года, цимен, шпаклевку и все остальное. Обращаю внимание, что поклеили малярный скотч. Видно, здесь нужно было покрасить темненьким, здесь оставить светлый, но... Дом сдали, значит так в проекте. Самое интересное, смотрите. Стойте, стойте, стойте. Как думаете, дверь открыта или закрыта? Открыта. Нет, закрыта. А нет, слушайте, я-то думал, она открытая. Она так выглядит, такое ощущение, что открытая. Смотрите. Зашли дольщики, ее потом закрыли. Видите свет? Представляете, когда будет отопление, сколько тепла туда будет уходить? Сколько здесь снега будет? Кто за это платит? Ну, тарифы-то у нас, у нас же, это вышли с 2 раза. Это включено, наверное. Включено в тарифы. Хорошо, что мы с вами не 2 метра и не 1,90 метра. Слушайте, классная нычка. Это светильник. Да-да-да, провод не трогайте, боже, боже. Там же непонятно, есть там электричество или нет. Я даже не знаю. А вот это шахта к соседям. Ну, скорее всего, да. Здесь, если обратить внимание, то лестничное ограждение должно было быть закреплено на анкеры. Где-то частично закрепили, а где-то частично использовали сварку. Пластины ржавые, как мы с вами видим. Болты не вровень все сделаны. То есть один торчит, второй не торчит. Монтажная пена наша, все, наверное, бетон держит. Ну, конечно, блин, хотя бы красочкой, что ли, покрасили бы. И вот это что такое? Вот это? Что-то... Это кабель какой-то, да, похоже, идет? Да. Но это по проекту так и должно быть. А в каждом проекте АЦДС. А если вот сюда еще взглянуть, вот видите, вот здесь он выступает, кусок бетона, а здесь уже нет. То есть вот у них то ли опалубка ушла, то ли руки из космоса. Но зато есть указатель. 23-й этаж. Типа, ну для вас же. Да, для... А на самом-то и деле, чтобы вывезти, денежки параметры. Совершенно верно вы говорите. Это по-другому. Как только получили вот, так сразу получили деньги, там через пару дней себе на счета. А потом за ваш счет они будут от своей управляющей компании, типа, доделывать. То, что должны были сделать. Управляющая компания, у них самая лучшая. Самая лучшая, это же ЦДС. Они же для жизни... И тарифы менять не будем. Потому что они минимальные для ЦДС. Да. Понимаете, когда отдыхаешь, живешь за границей, ты руководитель большой строительной компании, то у тебя все хорошо. Ты же не живешь в своих домах, ты застраиваешь свою любимую страну любимыми домами, а мучаешься за границей, в этой поганой Европе. Лежа на шезлонге, попивая коктейль. И думаешь, как хорошо людям в России в домах от ЦДС. Хорошо, что сигнализация перестала работать. Интересно, почему она сработала? Ну, ограничителя нет. В третьем корпусе говорят, что когда принимали, срабатывала неоднократно. Так, это у нас какая-то запасная деталь. Если вдруг надо что-то дома, то вот можно взять. Что такое? Вот. Это удивительно. А это, понимаете, а сюда, понимаете, здесь... Не подлезть. Не подлезть. С ящик же надо было вешать тогда, когда... Но вот сами лифты, да, вот здесь получается все оборудование лифтовое, все вот эти платы. Почему было это не вмонтировать в стену туда, утопить? Вот объясните мне. Чтобы с нас взять или его из нос, чтобы сюда камеру, чтобы охранять это, чтобы никто ничего с кому не сделал. Хорошо. Тогда бы, я не знаю, вот зашили бы заподлицо бы сделать, но смотрелось бы намного красивее. Здесь вот что-то мыли, не отмыли. Здесь мы видим стенки, уже валится штукатурка. И вот это, друзья, новый дом. Блин, ну вот как на это? Без слез не взглянешь. Вот здесь как потолок сделан, как примыкание, как не хватает штукатурки, как они датчики замазали, сетку какую-то. Ну, блин. Вот здесь, обратите внимание, просто какая дырень. Если вот отсюда взглянуть на потолок, то там звучало громко, ничего не слышно. Вот мы видим, ржавая арматура, бетон обвалился, вот она, арматура торчит. Это нарушение снипов, она должна быть минимум вся зачеканена. Вот здесь мы видим трещину на стенке, на штукатурном слой. Здесь просто дырка, мне это по-другому не назвать. Торчит утеплитель, и я не удивлюсь, когда пойдут дожди, что отсюда начнет течь вода. Про пожарную безопасность мы с вами все понимаем. Как обычно. Все как обычно. Ощущения нового дома далеко нет. Нового дома вообще нет. Ну что такое? Ну капремонт, его который еще не доделали. То есть вот красили, красили, разнотон просто трындец. Углы сделать не смогли. Здесь, знаете, просто голый бетон, вот то, что вы показывали, и здесь аналогично трещина. Смотрите, а здесь живет Карлсон. Ну ничего себе. Слушайте, да тут вообще просто, блин, как хорошо, что у него такая штука есть. Они даже даже еще пока даже не начали сдавать. Ну тут просто, друзья, космос какой-то. Внутрянка ЦДС. Провода просто вот, ну блин, это смотрится уродски. Это даже не смотрится красиво. Ну они, наверное, все сделано на тяп-ляп. Зашьет, ничего не будет видно. Ну потолка, да, не видно. Потому что когда закроют. Зачем делать как надо, когда можно сделать тяп-ляп и быстренько пойти на другой объект. Коридор. Метр сорок, наверное, стандартный. Двери, грязные вывески, ну хотя бы они есть, указатели нумерации квартир. Вот эта стрелка, они вот, а, ну понятно, это для Бороли, но это показывает, наверное, для них, что... Там квартиры. Ну да. А выход-то в обратную сторону. Так, здесь коллекторная закрыта. Вот там открытые дети. Сейчас посмотрим. Ну тут... Как обычно. Вот смотрите, как это можно было так сделать. Блин. Дома бизнес-класса и элитка плачут, когда вот это видят. Они на взрыв плачут от этого качества. Та-ра-ра-ра-ран. Как обычно. Все как обычно. Не ответственного за пожарную безопасность. Блин, даже шкафы-то такие, трындец. Так, тут у нас две квартиры, ограничители, естественно, нет. Стенку проломится рано или поздно. Да. Тут какой-то газоблок. Ну, соответственно, ручками будут стенки выбивать. Так что не удивляйтесь, когда у вас будут дыры в стене. Поэтому вот такое идеальное решение. Да, вот здесь. Смотрим. Ну тут красота, красота. Я думаю, что будет все прекрасно слышно, о чем разговаривают в курсе. Да, естественно. Разделили, получается, огромный вот этот коридор с множеством квартир на две части, чтобы меньше было ощущение, что-то в общаге. Смотрите, вот здесь у нас открыто. Ох ты. Коллекторный узел. Это у нас вода. Холодная, горячая, наверное. Слушайте, она держится крепко, они считают, что были настоящие жести. так. Смотрите, тепло-шумоизоляция. Вот у меня такое ощущение, что когда ее ставили, они были голодные, просто ее жрали. Возможно. Тут даже не еле жрали. Здесь они что-то крепили, не докрепили. Так и должно быть. Так и должно быть, да. Ну, зато есть клапаны сброса воздуха. тут изоляция есть. Если посмотреть вниз, мы видим тоже арматуру. Мусор, конечно же, присутствует. Мусора дофигища. Дофигища мусора. Вот вентиляция людям в квартиру идет. Все запененное пеной. Ну, понятно, звукоизоляция какая-то. Никакой не будет. Здесь, кстати, смотрите, они хотели сделать прикольно, вот на магнитике поставить. Вот они. Да, но при этом все равно это будет. Но при этом шкаф сам по себе кривой, косой. Да. Все. Вот и все. Все равно это исправят. Нормально. Два раза выше, не забывайте исправить. Вот смотрите, да, может быть и я косой, но, во-первых, по мне они стоят вот так и на разной высоте. А почему нельзя ровно сделать? В чем проблема? Строитель был пьян. Вот здесь безопасная зона, выход. А где там безопасная зона? Там уже потолок падает, все трещит, все стены трещат. О чем? Здесь табличка и здесь что-то было. Оно упало, куда-то убрали и непонятно. Тут уже, кстати, открыто. Ага, тут у нас щитовая, да. Ох ты! А если вдруг у вас не хватает кабеля на слаботочек, то можно здесь взять кабель. Смотрите, вот это заземление ящика, которое идет куда? В никуда, в воздух. Молодцы, классное проектное решение. Дверь открыта, ограничителя нет. В стене мы уже видим следы от этого. Тут у нас гипсокартон, скоро проломят. Квартира открыта, супер. 323-я квартира. Здравствуйте, есть кто живой? Никого. Никого. Смотришь на пол, понимаешь, что тут просто все в пылище, в грязище. Вот тут такое панно закрытое. Да, да. Наверное, красиво должно быть автоматы ЕКФ 63, С40, С10, С16, 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 С16. Ну, подделки тут что-то как-то, ну, плинтус не дожат. Ладно, обои под окраску. Здесь даже по 90 градусов мы не смогли сделать ровно. Когда клеили, окрашивали, что-то здесь как-то у них пошло на стыке стен и потолка не так. Отсутствует датчик пожарной безопасности вот здесь, под него есть ввод. Ой. Так. Я дал напряжение. Смотрите. Это ванная большой красивой студии. Вот это застройщик сделал. Значит, здесь у нас, по идее, должно быть подключена стиралка. Для стиралки нужно электричество. Вот она, одна розетка. Вторая розетка под электрополотенцесушитель. Вот у меня есть бритва электрическая, фен для девушки, куда мне... Тройники. Тройники. Удлинитель можно кинуть. Слушайте, давайте сделаем бизнес. Внизу поставим бабушку. Да. Вместо у нее ягод и грибов будут тройники, она будет их продавать. Я вот смотрю на это, вот знаете, такое ощущение, что мы просто здесь если они били его, что ли, ломали специально. Почему это так? Можно еще доделать. Здесь должно быть зеркало, над зеркалом сразу веноканал. Как-то он низковатый по мне. Логично было бы его... Ну, повыше. Ну, ладно, к этому не будем приставать. Это для чего? Лючок, наверное, должен быть. Должен быть. То есть, вот если посмотреть сюда, то видно, вот труба, чтобы открутить и соответственно обслуживать. Как открыть, если туда даже две руки не засунуть? Ты же ни одну руку не открутил. Так ее, понимаете, открутил, а обратно не высунуешь. Да, да, да. Потому что вот эта маленькая больше должна быть, да. Ну, вот здесь канализационная труба уходит, просто, ну, тут плитку подрезали, конечно, на 5 баллов. Очень, да. Это уже не единичный случай. Воды нет. Ну, надо включить ее. Душевая кабинка, вот этот тазик. Все закреплено. Все закреплено. Ну, и, соответственно, понимаешь, да, что тебе каким-то образом надо этот таз закрепить. Смотрится просто он убожественно. Все в говне, в песке. Рассчитано, наверное, на то, что дольщик будет покупать что-то новое. Ты сам будешь делать, да. Новое, да. И этим пользоваться не более. Крана обычного здесь нет, просто только душевая лейка. Ну, это, знаете, вот собаке лапы помыть, вот все. Ну, да. Порожек не прикрутили, его просто приклеили. Саморезов нет. Надеюсь, еще плохая. Да, да, да. Не, это панно, панно там. Двери, кстати, нормальные. Не, ну, у нас в ЛСР дверь куда лучше. Лучше, да? От застройщика. Это прям пустышка. Она даже легкая. Так, и что у нас здесь? Это комната. Большая кухня-гостиная в этой прекрасной студии. Шикарно. Из дырки торчат три провода для плиты. Мне кажется, слишком маленькая. Вентиляция. Небольшая площадь, но, в принципе, из-за того, что она похожа квадратно, все нормально. И только для меня вот первый вопрос. Ну, про грязь я вообще молчу. Это потом отмывают. Застройщик отмывают? Да, отмывают. Вчера кто принимал, было чисто. Вы не посмотрели уже, то есть вот входит фу, удивительно на то, что все чисто. Это прям не видно. Здесь было убийство? Или свеклу кто-то ел? Свеклу, наверное, кто-то ел. Что это вообще реально? Ну, не знаю. Лучше пальцем не трогать, а то еще, не дай бог, разлез. Кто-то покушал. Ну, обои, да, тоже видим, как классно приклеили. Приклеили. Состыковать мы не можем. Красить же ведь будут. А, ну вы же покрасите, да, зачем? Какая разница? Выход у нас на лоджию достаточно большую. Здесь жарко. Очень хорошо. Здесь очень душно. Очень грязно. Отсюда мы с вами видим что? Соседнюю стройку. О, держится крепко даже, ничего себе. Там говорят, что... А там ничего нет, там пустота. Там пустота. Кому-то криво положили плитку, хотели, чтобы ее переложили. Так вот здесь посмотрите. Они сказали, что плитка вам вообще идет в подарок, если мы ее снимем, мы вам обратно ее можем не положить. Вот здесь, смотрите, вот. Идет вроде ровно-ровно, раз пошла, два пошла, три пошла, все. И вот представьте, вот это все отмывать. Это же просто трындец, это все отмывать. Да, тоже как бы связь с соседями. Ну вы что, да все хорошо сделано, что вы придираетесь, ну елки-палки, это же новый дом, его же потом достроят. У них еще они должны, они пошли вам на встречу, сдали раньше, а вы выделываетесь. Спасибо. Требуете от застройщика невозможного. И вот здесь тоже, смотрите, как красиво. Вот вам скотч, а вдруг вы решите в другой цвет покрасить, а у вас уже скотч приклеенный. Вам не нужно малярный скотч покупать. Вот это вот проблема, вот, кстати, во многих квартирах. Ну почему это сразу проблема? Вдруг птичка залетит, здесь у него гнездышко будет, муравьи заползут. Ее опасно еще включать туда, что ли? Ну я бы не включал бы, я боюсь, что там что-нибудь замкнет. Вместе с вилкой вытащит. Ну классная же студия, согласитесь. Оно стоит реально своих денег. Не стоит своих денег. Да я это шучу. Да это понятно, но оно не стоит таких денег. Вот идем, вот здесь последний этаж, вот аналогично, как в городе первых. Один в один. У меня есть супер ключ. Я очень надеюсь, что там нет дырки в полу. Подходите сюда. Смотрите внизу, вообще по... А вот это что? Это просто дырки, смотрите, вот там. Они грязью засыпаны, вот слева, где трубы, там просто дырень. Давайте посветим сонариком. Смотрите, обратите внимание, во-первых, вот сюда, вот труба, она открыта, здесь просто, вот смотрите, вообще просто вот это. Зараза, не снимается. Там все, просто воду дают, и вас всех затопило. Как в городе первых. Вот здесь какие-то тряпки. В углу. Это чтобы сразу вытирать, когда затопят. Блин, ну что вообще такое? Взрыв на макаронной фабрике. На цементной. На цементной. Вот буду квартиру принимать, покажу им. Так вот, обратите внимание, здесь же вот эта дырка. Просто заваленная всем мусором. Спасибо DJI за селфи-палку. Можно поднять повыше и рассмотреть внутренности. Закрома застройщика. То есть потолок здесь держатся, вот они металлические профили. Сюда брусок для усиления, и на нем держится вся эта конструкция на пару саморезах. Крючки. Вот это тоже, да, тут вообще просто. Подходи, бери, что хочешь. А это вот эти. Здесь, соответственно, бесперебодники должны стоять, обеспечивать электричество. О, да-да-да, сейчас. Спасибо, да, в нашей квартире нормально. А тут что, головой шоркались? Ну, тут что-то такое было, да. То есть открыли квартиру, номер 320, последний этаж. Здесь кто-то с ноги, наверное, или кулаком фигарил в дверь. Я не знаю, как надо ногу поднять. Обратите внимание, здесь беззамковая система допуска. Это я знаю, почему так это произошло. У нас в квартире оплатная отделка, за которую мы доплачивали. Но по факту она у нас стандартная. Видимо, когда они об этом узнали, разозлились и скажут, бляху-муху надо переделывать. Ну и еще повредили. Это, знаете, он взял строителя, говорит, ты что наделал, мудак? И башкой его бил. А кровь осталась там. Там не вытерли, а здесь вытерли. Так, здравствуйте. Никого нет. Что на студии, что на... Евро-трешке. Евро-трешке. Одинаковое количество автоматов. Так, включили. А трубка домофона очень неудобно висит, потому что из-за вот этого ящика, соответственно, ну, некомфортно смотреть, что там. Очень неудобно висит, да. Ее бы хотелось, чтобы ее втопили. Это раз. А я здесь вижу... А, это провод под роутер. Стыки обоих. А, это телевидение. Все в грязи. Стены кривые, потому что даже пластиковый плинтус не смог дожать. Это все безобразие. Да, вскрытые. Ну, что, вода даже есть? Да. Слушайте, а здесь, похоже, кто-то порезался, что ли? Или это ржавчина? Вот, хватал за все подряд. У нас здесь должны быть другие двери, я их буду снимать в любом случае. У нас здесь должна быть отделка кофе. Отделка кофе. Да, здесь лайфстайл сделан. Здесь мы видим обои. Паш, ли, обратите внимание, вот здесь. Это санузел. Один из. Блин, ну вот, смотрите, я вот, вот вы ругаете мы застройщика, но ЦДС красавчик. Вот идите сюда, зайдите. Смотри, встаньте в бану, пожалуйста. В обуви только не снимайте. Да нет. Один моется, а второй рядышком сидит и может держаться за руку. Да, романтика. Ну, блин. Ну, вот, смотри, вот, выходите отсюда. Вот, как вам удобно? То есть, места вообще нет. Куда мне коврик-то поставить? Вот здесь только? А как вытираться? Почему санузел нельзя было чуть дальше поставить? Стиральную машину некуда будет воткнуть. Вот здесь стирня. Вот так стиралка влезет боком. Но надо было санузел вот сюда поставить, ну, сам толчок. То есть, это по-нормальному переделать надо. Ну, самое недорогое, чтобы было. Смотрите, значит, здесь стоит ванна, установить. Установлен. Вот такого не должно быть. Это раз. Герметиком никто не прошел. То есть, получается, вы купили новую квартиру, и вам еще нужно нанимать сантехника, переделать санузел, пройтись везде герметиком, закрепить ванну, повесить зеркало. Мы ее взяли с тем условиями, потому что мы... Подождите, а у вас, кстати, в плане есть вот этот уголочек? Вот, не обращайте внимания, но вроде бы нет. Сфотографируйте. Если его нет, то спросите застройщика, а что это за фигня? Может быть, это стоит убрать? И смотрите, еще прикольно мне... Вытяжка какая-то, наверное, да? Не, вытяжка это вода. Но это, может быть, она и идет, да. Но по мне как-то странно. Это Ваня, ну почему не в плитке тогда? Что за фигня? Почему-то у нее вода будет попадать? Это же гипсокартон, скорее всего. Скорее всего, да. И они окрасили. Господи, как вы так окрасили? Почему вы плитку окрасили? Вы просили плитку покрасить вам? А нам ее было перекладывать. Они все на это все убили. А вот здесь посмотрите, обратите внимание. То есть вот наличник, он должен быть вот так хотя бы. Но вот он, здесь бляшка просто налипленная, поэтому ничего не доходит. Ну да, да. Закреплено, закреплено качественно. О, мамочки. Главное, чтобы на ногу не упало. Даже не скрывается. Ну, просто же скач какой-то. Ну, лейки нет, это уж ладно. Они ее выдают на приемке. Вот здесь, смотрите, они когда монтировали трубы, получается вот защитные колпачки, чтобы это все скрыть. То есть нужно было чуть больше утопить, для того, чтобы не было видны резьбы, и смотрелось бы все красиво серебристо. Ну, это же надо подумать и рассчитать. А зачем это делать? И здесь аналогично с розеткой. Мы видим полотенцесушитель. Одна розетка, вторая. Блин, бизнес-тройниками. Слушайте, это реально классная тема. Вот чьи-то волосы уже. Так, смотрите, это... Они мои. Да, не, просто чтобы вы на него не ругались, что это он кого-то приводил. Это вот, это уже здесь от застройщика. Карандашиком рисовали, понятно. Так, идем дальше. Слева у нас еще один санузел. Да. Прикольно сделано. Все в говне, в грязище. Здесь почему-то... Не хватило. Не хватило затирочки. Я не знаю, почему у ЦДС не хватает затирки. Вот сюда вот она вот. А смотрите, как красиво они запилили. Есть такая штука, называется, от ЦДС, называется стусло. И там есть разные углы. И можно пилить ровно. И делать красиво для людей. Купите. Стоит недорого. А вот здесь, смотрите, как. Затирали просто вот. А давай-ка им сделаем такую сопельку. Ну, тут тоже, смотрите, они потолок потом окрасили. Вначале надо было окрасить, а потом уже, наверное, плитку класть. По мне так. Все в краске. Кто это будет оттирать? Здесь на уголках наклейки. Их тоже надо снимать, потому что от солнца выгорает, и потом там другого цвета. Ну, тут ничего нет. И вот, смотрите, тоже, да, вот они сделали вот это вроде лючок. Вот попробуйте засунуть туда руку, чтобы запорную арматуру просто перекрыть воду вам нужно. Ну, некомфортно. А вот представьте, здесь еще вот. А здесь будет лючок. А если там, не дай бог, потечет, что делать? Почему не сделать большой люк вот такой? Чтобы ты открыл. Чтобы туда половина тебя просто могла влезть. Потому что ты, если что-то нужно сделать, как это делать? Тем более ТЦДС, ну, тут неудивительно, если вдруг что-то случится. Слушайте, комната, она, получается, как-то вот так под углом, да, идет еще? Да, овальный дом, угол, получается. А, все, я понял. Обои, кстати, симпотные. Ну, вот такие места видны. С двух метров, если это видно, то это уже считается недочетом. Вот там наверху аналогично. А здесь на стеклах кто-то покакал. Принимание квартиры, даже, ну, стеклопакеты везде хорошие, то есть, стекла не меняют. Понимаете, завода бывает такое, что там иногда бывает, как-то брак попадается, но какая-то редкость. В основном стеклопакеты портят самозастройщики у строителей, потому что они ничем не закрывают. Если бы из этого все закрывали, когда они делают различную работу, ничего бы такое не было. Ну, вот это что такое, смотрите. Почему-то с планкой радиатора вот здесь вот такое. Они там, ну, вот это, понимаете, чтобы заметь, я даже не знаю, это, похоже, специально они меняли. А вот здесь обои, смотрите, вот они, вот они прямо здесь и висят. Чтобы пыль у вас туда не попадала и носки, когда будете сушить, это вот для этого сделано. Наверное, но у них логика какая? То есть, делаем мы, а переделывать-то уже будут. А переделывают управляющие компании за ваш счет. И смотрите, вот эти дремяши, вот это для того, чтобы туда уходила влага, которая здесь будет собираться. Здесь куча мусора. Ну, так репетина, вот, блютин. Да, да, ну, блин, я же хотел снять, смыть. Блин, а ее и не вытащить, смыть. Это вот специально все, специально сделано. Что, отлив даже держится? Ветром не несет? Даже держится, это удивительно. Ничего себе. В третьем кругу сидит, это было не закреплено. Блин, ну, здесь, конечно, прикольно, что вот этот дом чуть ниже. Не знаю, вот тут, наверное, тоже, похоже, будет ниже. А не низкий, да, будет. И здесь вот пока вид на поля, но в дальнейшем, понимаете, тоже все это застроит. Все уже дано под застройку, потому что огромная ТЭЦ, и ей, соответственно, нужно зарабатывать у нас бабло. Поэтому вокруг нужно все застроить домами, чтобы они, как следует, озолотились. Из плюсов, конечно, большие окна. Да. Много стеклений. У нас фотографии, кажется, они намного меньше. Много стеклений практически во всю стену. То есть здесь реально очень светлая комната. Светодно. Вообще в квартире очень много света. Ну, вот эта вот дополнительная штучка, конечно, не радует. Аэрбокс, ну, это для того, чтобы воздух сюда шел. У нас стоит с нее вообще конкретный сифонец. Да, есть такое. Все грязное. Ну, вот эти, кстати, аэрбоксы чуть лучше, чем другие такие, более толстенькие. Но вот эти получше работают. Надеемся, что... Ну, возможно, будет все, кстати, нормально. Главное, чтобы он был чистый. Да. Так, у нас, получается, зашли прихожая, проломленная, чьей-то головой, дверь или рукой. Здесь место, скорее всего, под шкаф. Ну, да. Или что-то такое, какую-нибудь полочку, где можно хотя бы что-то присесть, поставить. Ну, как бы прихожая вроде там метраж-то есть, а по мне немножечко так они бестолково сделали, что шкаф куда поставить, такой сделать гардеробную и нет. Вот здесь мы сразу видим стыки обоев. Здесь мы видим, отлично все запилено. А, не хватило 2 мм. Да нормально ставь-то, что, говорит, нам за это не платят, и все. Тут у нас еще одна комната. Вот здесь вот, смотрите, как видно такое ощущение, что затирали, да, они там пальцем своими увозили. Ну, стенки, я не знаю, такой, ну, как бы, я бы не сказал бы, что они ровные, вот у меня такое ощущение по углу, что на такой волну идет немножечко. И вот наверх, видите, такой, ума, пошел. У нас плюс метр девятнадцать или метр шестнадцать в квартире. Доплачивать надо? Да. А договор читали? Да. Там сколько написано? До метра. До метра. До метра. А, то есть вам нужно, получается, за девятнадцать сантиметров доплачивать? По сути, да, но мы бы оплачивать метр шестнадцать. А почему метр шестнадцать? Если больше метра, то есть метр получается в ноль, значит, девятнадцать сантиметров. У них только прописано, как, то есть если до метра, то оплаты нет. Но если больше, то доплачивать целиком. А, целиком, да. И сколько нужно доплатить? Двести тысячи. Ну, почти сам. Чуть-чуть, чуть-чуть, девятьдесят восемь, что-то такое. Блин, СДС, ну, вот люди купили в ипотеку. Ну, да. На тридцать лет? Да. На тридцать лет? Специально, чтобы маленький платеж был. Ну, потому что у нас денег нет, чтобы платить больше. Под ноль, один, да, еще брали, успели. Под ноль, один. Какой платеж месячный? Восемнадцать тысяч. Восемнадцать тысяч рублей. Нагрузка на молодую семью. Вот так передаете жилье. Какой двести тысяч? Закройте глаза, забудьте, и все на это. Ну, реально, блин, ну, это просто какой-то трындец. Люди, вот я бы представляю, я пришел бы в свою вот эту... Да, 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 да. В новую квартиру, я вот просто офигеваю. Мало того, что здесь нужен клининг, здесь должно быть все готово, сделано, без всякой какой-то грязи. Чего это вообще такое? Ну, к приемке они должны отмыть будут. Как показывает практика. Ну, и вообще, почему здесь открыты две? То есть вот сейчас любой, такой, как мы просто можем зайти в чужую квартиру, пойти в душ, например, сходить, сходить в туалет, не смыть за собой, как мы это уже с вами видели. Ну, это же фигня какая-то. Так, и остается у нас... Это у нас кухня, похоже, гости... А, кухня-гостиная. Господи. Господи. Вчера был на приемке у Пика в Кудровском парке. Я просто офигел, как они круто сделали. Мне нравятся аккуратно выведенные у них трубы. Обратите внимание, сразу понимаешь, где горячая вода, где холодная вода, блин. Вот это класс, молодцы. И вот эти все места, то есть вот у них заходит вода, и они отметили синим скотчем, другое – красным. То есть ты понимаешь по маркеру, где какая вода. А что такое? Уж приемки бы тогда бы делали. А мы смотрите, мы такие с вами оп-наискосок. И нормально. И нормально. Вроде элементарно, но что это такое? Вот тоже, вот как так? Есть подрозетник, он круглый, из него просто вот так торчит. Почему? Уже будет потом кухня встать, ничего не будет. А, вы все закроете. Все закроете. Да уж, обои просто все грязни, что это вообще? Обои, ну, видите, они здесь пластиковый уголок сделали, чтобы он приклеился, соответственно, скотчем. Но грязными руками все измазали. И здесь тоже вот вентиляция на низком уровне, как-то вот я первый раз такое вижу, обычно ее выше ставят. Потому что здесь же, по идее, где-то вот тут раковина будет, или вот здесь раковина будет, мебель везде будет. И как это надо, ну, как это должно работать, я не понимаю. Поэтому и ставят наверх, в самый потолок. Да, либо угольную, которая в потолок тебя будет дуть. Либо вам оттуда нужно самим там все это выкручивать и какую-то трубу ставить выше, ну, фигня какая-то, по-моему. Я, по-моему, поняла, почему мы должны оплачивать за вот это вот, неровный потолок, по нему даже так видно, что вот. Да, да, да. Вот, вверх идет, неровный потолок. Ну, слушайте, да, вот такое ощущение, что вот он сюда вверх идет. Как поднимается, да, вот. Ну, зрительное такое ощущение. Значит, а мы с вами, знаете, что сделаем? Смотрите, нажимаем вот сюда. Нажимаете один раз, лазер помигал и показал расстояние. Ну-ка, давайте замерим высоту потолка в этом углу и в том. И мы с вами решим, раз и навсегда, этот вопрос. Так. Поднимайте, сколько? 2,7... 2,749, и вот в этом углу. Еще раз. Во, все. Тоже было 2,79. Не ошибка, еще раз. Еще раз жмите кнопку вверх. Ага, все, поднимаем. Сколько? Так же. 2,749. Да. А давайте здесь измерим вот тут. Ну, визуально кажется, что идет вверх. Вот. 2,756. Ну, значит, нам не кажется. Дальше, смотрите. Есть у нас выход на лоджию стекленную. Могли бы уже пошире поставить дверь. 67 сантиметров, как в советском туалете. По мне это странно, потому что... Так, а тут не должна ли быть вообще дверь как бы с полноценным стеклом без этого разделения? Нет, 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 они ставят стеклопакет, там очень много весит, и тогда бы нужно было ставить более дорогую раму использовать. Соответственно, это стоило бы на весь дом намного дороже. Зачем? В то ли это сходили в эти... Слушайте, ну тут что-то такое, да, бахнули чем-то. И вот этот угол, смотрите, как прикольно сделано. Для вот этих целей есть же там специальные переходники, а здесь они, конечно... Хочу ли соединить? Удивляю, как это элементарно, кривые розетки. Все, все-таки, все готовы. ЦДС. Кто это работает, выбирает? По объявлению. О, слушайте, а если пожар, у вас есть собственный трос. Ну-ка, выйди-ка. Плитку клал. Джамшут плитку клал до начальника. Смотрите, просто трындец какой. Плитка же идет в подарок. А, в подарок. Да, вот такой подарок. А если вам не нравится, мы ее можем снять и вообще даже не положить. Да лучше бы она не положить, чем в какие подарки. Тут прикольно будет саморез открутить, с соседом поздороваться. Ужасно. Я бы тут потолок бы сам себе в белый цвет покрасил бы и все, прямо так по бетону бы не запаривался бы. Тут сетка торчит. Смысла нет вкладывать в жилье. Знаете почему? Потому что вот продают ваши соседи квартиру, к примеру, там, за 10 миллионов рублей, а вы хотите за 12. Говорят, а почему у вас за 12? Из-за чего? Там разница 3 метра высоты, ну, как бы непринципиально. А вы говорите, а у нас же теплый утепленный балкон. Заберите утепленный балкон, продайте нам дешевле. Вот и все. Людям это не нужно. Зато, видите, у вас вот большое количество вот этих крестиков оставили, если вдруг будете плитку укладывать. Крепко держится отсюда. Ну, у вас хотя бы здесь вид еще такой ничего. Расстояние большое между домами. Зеленая зона, такая относительная. Деревьев, конечно, что-то вообще их там... Блин, ну, на рендеры, я помню, там все засажено деревьев было, да? Я вот правильно? Не рендерено, но, наверное, на 5 лет в будущем его годы. На 10 деревьев же должны вырасти. А вот мы сейчас увидим, монтаж у них идет. Вентиляция. Мы недалеко от ультра-сити вот живем. Так там дерево посадили, так его посадили уже дерево. Не кустик, а дерево. Так вот, хочется качественно жить сегодня. Завтра тоже хочется, но не так, что надо ждать школу-детский сад 100 лет. Люди некоторые ждут детский сад. Они обещали построить детский сад. Обещали. Только когда еще там 3 дома следующие вырастут, возможно, тогда... А проект-то есть на детский сад у них? Есть, да? Пойдемте еще посмотрим. Мне интересно посмотреть приемки, что, надеюсь, здесь не как в городе первых. Смотрите, у вас тоже то ли кровью, то ли свеклой. Тоже ведь запачкали. Блин, ну как такое-то? Они тут ели, не знаю, салат ели какой-то или что такое? Наверное, да, свеколка попала. Штапики все просто вот они в цементе. Блин, ну, такое ощущение, что, знаете, дом-то был ушный, ему уже лет 20, наверное. И тут уже не первый раз делали там... Открывается. Не упало на вас, не упало. Правильно, пусть это проветривается. К сожалению, да. Все как-то так, на отвале. Да. Отсюда, кстати, классно видно, как... Здесь тоже, кстати, да? Или мне кажется? Ощущение, да, что... Как будто бы... Да-да-да-да. Бонолог такой, как дырой идет. Ну, приемщики, когда придут, когда, если пригласить специалиста... Мы попросили, вот, мы вчера, говорю, у нас, соседи на 17-м, что ли, по этаже принимали, мы попросили заглянуть к нам, заглядываю, там и оп, где наше кофе, где наше кофе. А тут лайфстайл. Вот, решили сегодня съездить, посмотреть хоть что вообще. Потому что мы думаем, что, может быть, они, конечно, предложат взаимозачет, что, как бы, не доплачивайте нам, оставляем эту отделку. Наверное, будем делать все согласно договору. Как вообще впечатление от этой новой квартиры? Ожидал лучшего. А так я прям на раздрою вот эти сейчас. А почему вы в ЦДС, в Ультра-Сити жили, поменяли так резко район? Нет, мы живем в Шугаловске. А, в Шугаловске. Да. А рядом становите, чтобы просто слышно было. Товарищ у нас живет в Северных высотах. У них там, в принципе, все хорошо. Прекомендовал мне в ЦДС. Рассмотрели плане видео. И продал вам эту квартиру, да? Нет, нет, он в СССР. А у вас этот, друг, вы с ним хороших точно отношения? Да, хороших. Да? Он такой, подкалю его, купи в ЦДС, там классно. А он говорил именно про квартиру. И опять же, он в ремонт, он много миллионов, но флюхал, у него там все красивенько, все чики-пуки. Ну, и мы тоже эту квартиру брали. То есть, пускай она будет, но мы все равно будем делать все под себя. То есть, поджименный бюджет у нас на ремонт уже заложен. Ну, опять же, да? То есть, ты живешь-то в квартире, но все равно, чтобы было все в совокупности, да? А то парадная, убитая. Там, в юзице ходишь, не работает, в парадных трещищах. Ну, кого-то даже прибыстить нужно стыдно. Пускай квартира хорошая, так надо же, чтобы было все вместе, а не так по отдельности. Мы же живем, да, в квартире, большее время, наверное, проводим, но мы все равно по коридорам ходим, в лифте ты ездишь. А так только сдали, там он вален, ну что такое миллион. Я отсюда смотрю. То ли стенка ровная, то ли наличный кривой. Наверное, стенки такие ровные. Это у нас лестничный марш, такой же, как в городе Первых. Этот, от опалубки остался. Ну, блин, смотрите, зато у вас обрамление из малярного скотча. А никого такого нет. И опять криво. Зато не как у всех. Слушайте, ну тут вообще просто так наляпали стяжечки. Лестничный марш смотрится просто, блин. Тут тоже провода торчат, и здесь что-то в углу какая-то херня непонятная. А пойдемте мы еще ниже этаж посмотрим, может, там что-нибудь. Давайте спустимся до 19-го, дойдем к пешочке. Вот это. Это что такое? В проекте так. И дырка в космос. Когда, не дай бог, будет плохо, вот сюда приходите, встаете вот здесь. И на нас... Шахта открывается, и из космоса приходят свежие мысли. А теперь обратите внимание вот на вторую ступень сверху. Слева угол, видите? Там просто дырка, да? Там просто дырка. Но мышки из поля тоже должны где-то жить. Так, 19-й говорите? Погнали на 19-й. А еще одна коллекторная. Ну, все вот. Вот стойка тоже крепления. Почему нельзя было сделать под 90 градусов, интересно. Мусор, похоже, сметает прямо вот сюда. Ну, пахнет здесь явно туалетом. Пахнет здесь туалетом, да. У нас же дыра, это опять все криво стоит. Как так это криво стоит? Это уже талант. А, вот сюда подойдите, пожалуйста. Посмотрите, вот туда угол, и там просто, видите, дырка в стене? В квартиру, похоже, да. А с другой стороны, штукатурочка, типа, нормально. А потом удивляемся, почему люди ходят, вот здесь пены не хватает. Так вот тут тоже, да, дыречка. Да, еще жесть. Здесь тоже красиво сделано. А вот тут, где электрика идет, вот короб металлический прямоугольный. Вот там просто жесть, мы эти. Там торчит утеплитель, это они так технологическое отверстие закрыли, просто же скач какой-то. Тут все открыто. То же самое все. Ну вот смотришь, да, вот сюда просто вылили цемент. Тут ничего не зачеканено толком, как должно быть. Все вот в грязи. Тут тоже все, блин, еще шесть. Какой этаж? Девятнадцатый. Как это узнать? А никак, потому что приклеили так классно, что уже все упало. Все держится на малярном скотче. Вот тут хоть дверь. Девятнадцатый этаж, открыты все квартиры. Такая же, как у вас. Здесь, вон, окраска идет. Вот, видите, как красит. Красит? Это красит, да? Зачем их красит, если они под покраску? Ну, потому что их нужно красить. Такая же, да? Да, нас попросили, да. Сосед попросил зайти посмотреть. Ну, тут, собственно, то же самое. Смотри, третья. Человек ждет. Здесь у нас, во-первых, криво установлено под углом, то есть вот так, не в девяносто. А это почти каждый дючок так установлено. И здесь просто дырка. Здесь примыкание тоже классно сделано. Здесь тоже классно сделано примыкание. Квартиры все открыты. Квартирах везде видна грязь. Просто все в грязище. Я вот не знаю, когда делают обычно люди, тебе ремонт, но вот такой грязи обычно нет. Она бывает, когда черновая отделка, когда стены стоят, я еще поверил. Потом уже все убирают. И когда чистовую делают, вообще обычно все чистенько. У тебя же... Ты же вначале сделал что? Стены. Потом тебе сделали пол. Положили на полное покрытие. Откуда вот столько? Вы обратно подседивались? Ну, вот похоже, что да. О, тоже такая же ситуация. Да, ведь... О, да-да-да, слушайте, да, пропустил. Вот то же самое. Не хватило штукатурки. Тут даже в квартиру смысла нет заходить. Все вот аналогично. Здесь мы видим трещину. А здесь даже муфты, обратите внимание, нет. Просто нет. То есть как крепить его, даже если он не будет. И здесь нет. А здесь, смотрите, просто... А, тут хотя бы кран есть. Муфты, где муфты-то? ЦДС. Бумажный такой. Больно. Что за позор такой? Тарарарара. А там мертвые строители. А что? А в общем... А в другую здесь, понятно. Тут еще лучше, чем у нас, да. Прям вот ужас какой-то. А, ну вот, вот эта труба, получается, идет на последний этаж. Я не знаю, для чего она, но она там просто была закрыта полиэтиленом на проволоке. Ну, соответственно, понимаем, что при подаче воды оттуда потечет с последнего в самый низ. Также обратите внимание, вот это перегородочный камень СКЦ. Вот смотрим сюда на стык и смотрим выше на стык. Обратите внимание, как у РСА должно быть все ровно. Есть ГОСТ по укладке его. Но тут ГОСТы, я уже молчу про них. И мусор. И будучи негром преклонных годов, я русский бы выучил только за то, что на нем разговаривал Ленин. Ладно, русский язык, а что с цифрами-то, СДС? Что у вас с цифрами? 19 этаж, здесь хотя бы есть указатели. Я не дальтоник, да, я вижу, что здесь зеленый, а здесь какой-то болотный цвет, да? Да. ЦДС, красавчики. А здесь еще где зеленый, тут еще какой-то другой зеленый. И здесь тоже. Ну, блин, молодцы, молодцы. О, а здесь трещина продолжает. Слушайте, а как так? Вчера она была намного хуже. Ее сегодня подзамазали. Ну, это новый дом. А что случилось такое? Из-за чего такая трещина? Вибрация какая-то идет. Что здесь такое-то? Может быть, дома седает уже, усадку дает? Ну, странно очень. Такого точно не должно быть. Ну, и здесь, обратите внимание. Все, я понял. Это селфи-зона, ребята. Здесь становишься и делаешь фото. Эксклюзив. Просто не хватило немножко, нормально, и так пойдет. Вау. А у нас, кстати, мы не посмотрели, есть ли это. Они не работают. А зачем? О, ну ничего себе. А не работает? Работает. Навряд ли кто-то ответит. На проводе никто не отзовется. Так, ну здесь все то же самое, да? О. Все то же самое. Только чуть ниже. Здесь уже хуже, да? А здесь хуже, да. Там-то прямо плотно хорошо. Блин, у меня теперь рука в краске офигеть. А здесь пониже, уже не обязательно. Здесь уже до меня страшно. Давайте посмотрим, как ЦДС отмыл асфальт перед госприемкой. Да-да, вот эти белые разводы, это типа асфальт. Слушайте, а я все понял, в чем секрет. Они из квартир мусор выгребают на лестницу, с лестницы на первый этаж и посыпают асфальт. Наверное, да. Экономия на материалах. Экономия должна быть экономной, все верно. Ну вот, неужели, если здесь нет разгрузочной зоны, ну как бы, могли тогда вообще этот вот островок зелени делать, чтобы сюда, ну либо его прям совсем узеньким сделать? Не, ну скорее всего, где вот островок и вот дальше часть, вот там рассчитано, что будет подъезжать машина. Ну а это все пешком, да, тащить до подъезда? Ну тоже холодильник тяжеленный, стиральную машину, подъезд прямо под нами. Как некоторые говорят, хорошо, что сдали. Андрей, а что туда капу? Все новый дом. Его ж только сдали раньше. Ну вот у меня реально ощущение, что это не новый дом. Мы пришли здесь делать капремонт старого дома, и вот еще просто его не доделали. Да. Это утеплитель похожий, да? Это, да, гвоздь. И здесь гвоздь. Красота. Новый дом, да. Я, кстати, не понимаю, почему они хотя бы вот это могли бы зачистить, либо хотя бы окрасить, было бы симпотно. Белым цветом, к примеру. Почему вот все вот, и когда снизу смотришь, голову поднимаешь, просто такое уродство. У нас тоже это вот вопрос еще, уже давно этот назрел еще с города первых, когда мы смотрели ваши обзоры. И вот это вот, да, снизу смотришь, будет красивый дом, притягивает взгляд, но когда голову поднимаешь, вот это вот. Ну вот здесь тоже, да, вот смотрю на соседний дом, фасад. Вот часть фасада одного цвета, здесь уже разнотон пошел. Да, это было еще хуже. Здесь вот белый идет, здесь уже он какой-то белый, какой-то там серый. Здесь он какой-то типа коричневый, светло-коричневый, коричневый, темно-светло. Вообще, фиг поймешь, как так. Слушайте, да, черный красиво смоется, и в отличие от города первых, здесь хотя бы уже уложена плитка, а не так, что они это делают. А там-то было вообще там прям... Там, да, там просто дырень была, да. Блин, тут свет горит, аж страшно. А здесь тоже что ли это пахнет? Тут пахнет СДС. Здесь живет СДС. Двери закрываются. Прям как на корабле звук. Лифты мел, СДС строен для жизни. Ну, слушайте, панель такая приятная, красивая. Мы ничего такого от лифта прям не ожидаем. Но в лифте вот быстренько с пакетами добежали до дома. Ну, как мы поднимались с вами, что он трясся и... Ну, это можно спустить на настройку, нет? Это настройка, да. Но когда они вводят в эксплуатацию, он должен будет все четко быть. Не может же так, что ввели и сразу сломались. Какая логика? Дается два месяца на настройку, и тогда будет все хорошо. А, где дается? Нормативные документы пусть покажут. Дом, дом, милый дом. И сегодня идет приемка. А тут все в мусоре, да? Присвечаю, да. Не, что, знаете, шампанское, цветы, веселье какое-то. Шампанское, да? Двери скрипят. Обернитесь. Первый подъезд, вот он, указатель, вот он. О, и снова сработало. А, кстати, вот, возможно, его, наверное, сюда и повесят. Второй, дублирующий. Ну, или вот сюда. Ну, и вот, наверное, там повесят, внутри. Ну, зачем? Уже и так логично. Кстати, а здесь же можно, вот здесь же есть приемок. Пойдемте посмотрим. А как туда вообще зайти? Надо вот эту фигню поднимать. Сможете поднять ее? А, наверное. Вот это вот за эту лучше, чтобы руку. А они, во-первых, кривые, косые, да. И туда даже не хочется заходить. Аккуратно не порежьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, лучше, чем город Первых? Лучше. Здесь хотя бы перекрытие вниз не падает. Ой, ну смотри, здесь мы там ужас. Лучше, чем Парково, однозначно, город Первых. Они постарались. Помещение для сбора мусора. Блин, ну нафига это делать в доме? Это рассадник, по мне, болезней, микробов, грязи, мусора и вони. Кусты-то какие, какие кустища. Так, так, а что у нас здесь? Ну ничего себе. Это вот асфальт или что они туда позаметали? Ступени просто трындец. Они все обколотые, смотри. О, идем? Пойдемте. Ой-ой-ой-ой. Ой. Они все косые, кривые. Жесть, да? Смотрите, ржавчина видна. Это арматура. Вот арматура торчит. Тут опалубки. Изолента без этого никак. Ну, тут с креплением, да, понятно, видно, что они просто здесь лажанулись. И переделали это. Они там просверлили. Ну, понимаете, по-нормальному либо надо было обрезать заподлицо, либо, соответственно, нужно было выкрутить и хотя бы зачеканить каким-нибудь цементным рассоставом. Ну, конечно, когда вот на этот кривой косой листичный марш я смотрю, ну, это просто жесть. Сразу Алексеевский квартал напомнил. Там хотя бы чуть ровнее это все было. Здесь просто они вот под угол идут. Да, да. Как раз, чтобы водичка вот сюда прям цепла. Наверное, да. У какого специалиста надо поискать еще что-то делать. Ну, вот видите, вот на бетон, вот, есть ощущение, что вот его резали механически. Отбойным молотком отдалбливали. То ли у них здесь опалубка просто уплыла. О, все, можно идти. Хорошо. Проходите, проходите. Все, девушки вперед, девушки вперед. Падать так мне, да? Аллилуйя, она доработала. Так, здесь прохладно, а здесь мы видим влага. Да. И влага, ощущение, что здесь сверху вообще труб никаких нет, кроме вентиляции. То есть, соответственно, это откуда-то. Снизу, да? Оттуда. Здравствуйте. Здравствуйте. Слаботочку делаете? А, телевидение нормальное. Так, здесь, скорее всего, с труб накапало. Одно из низких мест, вот там погружной насос. Да, вот он есть. Здесь влага, это вот, скорее всего, вот отсюда текло. Здесь влага, а там прям лужа. По периметру мы вот здесь с вами видим. Так, уважаемые, на чего это еще? Большое количество влаги. Здесь тоже влага. Смотрим, как и что. Здесь, кстати, обратите внимание, что они уже, похоже, да, пытались это все исправить, но не получилось. А труб здесь, кроме канализации, больше ничего нет. Вот здесь должен быть светильник. А что вы меня руками трогаете? Вы кто? Ну, я вас не трогаю. Я вам вертелся, вы ко мне спиной стоите. А я ж не знаю, что вы ко мне обратились или нет. Я вас не знаю, что это... Вы охранник? Пожалуйста, да. Пожалуйста. А где ваш бейджик охранник? Вы его охранник. Обязательно, пойдемте. Выйдем, я вам покажу. Вы же, пожалуйста, погодите. Пойдем. Нет, давайте. Так, не делай это, давайте. Давайте, давайте. Потом выйдем. Хорошо? Вы меня здесь подождите. Вы не ходите. Конечно, мы вас подождем. Все как скажете. А мы здесь смотрим только, да. Там страшно ходить. Аккуратнее, фонарик горячий очень, не обожгитесь. Не обожгитесь. Это вы так полагаете. Здесь мы видим тоже большое количество следов от влаги. И ощущение, что она как раз из-за стенки-то и идет. Потому что здесь, кроме вот этой трубы, больше ничего нет. Ну, вот по периметру, да, вот здесь видно? Все. Все. То, да. Здесь тоже увидим. Ох ты, ну ничего себе. Здесь еще проволоку какую-то оставили. Это бонус. Бонус. Да. Странно. Здесь нарисовать. Здесь кабель идет, и он просто здесь заканчивается. Ну, это интернет-обид. Здесь, понятно, может быть, монтаж и потом. Ну, и здесь, обратите внимание, если вот сюда дальше смотреть, вот здесь тоже все в лужах. Видите, сразу дверьки закрывают, боятся. Так что, уважаемые жильцы, ваши подвалы, к сожалению, не сухие. А еще и торчат вам. Кабель открытый. Здесь клеймы какие-то. Ну, в общем, что-то доделанного подвала ощущения, к сожалению, тут нет. А мы думали, когда нам придет смс на получение квартиры, а теперь мы даже особо и не ждем. А можно и не торопиться, допустим. Ну, нам просто было интересно. Ставки делали где-то на август. Просто хотели сейчас заказывать технику, плюс-минус. Теперь понимаем, что кому можно и не торопиться. Пока они все переделают. Хотя вот здесь они, в принципе, видите, что-то старались. Набивное покрытие. Зона, где вот можно посидеть, отдохнуть. Какие-то елочки есть. А пойдем сюда посмотрим. Почему здесь не перекрыты ничем? Чтобы песок сюда затекал. Беседочки, слушайте, есть. Интересно. Спортом позаниматься. Но по мне, например, решение, смотрите, странное. Вот вы спортсмен, я по вам вижу. Не знаю, вы спортсменка или нет. Но вот я пришел с вами подтягиваться. Вы меня учите, чтобы я сбросил свои бока и живот. А здесь загорают люди, девушки. Ну, блин, мне было бы стыдно, потому что я, может быть, одного раза не подтянулся. Вот это мы думаем, а они об этом не думают. Ну, вот реально, согласитесь, да? То есть вам понятно, вы спортсмен, вам не стыдно. Вы пришли, там, десяточку сделали и ушли. А я пришел, тут вешу, как колбаса. На меня смотрят соседи. Смотри, лох пришел. Желание пропадает. Желания вообще никакого сюда нет выходить. Так они преподносили на рендерах как? Что это? Как же они преподносили? Это какой-то дизайн? А авторский проект, по-моему, они так это преподносили. Я понимаю, да, вот там они сделали спортивную площадку, да, все понятно. То есть она чуть-то дальше, там люди занимаются, все нормально. То есть все хорошо. Вот здесь какие-то, так как, а, здесь под навесом сделали, прикольно, молодцы. То есть прикольно, здесь у тебя дети сидят, соответственно, качаются, играют. Ну, тоже вот играют. Тут какая-то каруселька, может, за забором еще что-то есть, мы с вами не видим. Какие-то решетки здесь. Там тоже есть, там свое. Ну, вот, соответственно, ну, это хотя бы понятно. Здесь сидишь, отдыхаешь, смотришь за своим ребенком. Тут детям полазать и сразу там занимаешься спортом. Ну, вот это хотя бы понятно. Мне непонятно, почему, где вот шезлонги, да, наверное, так можно правильно назвать, где зона отдыха, почему вот здесь спортом заниматься. Тут люди вот пришли, пачила, отдохнуть. И смотрите, вопрос еще. Здесь, когда смотришь на них, они, получается, развернуты таким образом, что они смотрят прямо в дом. Да, в коммерции. Света здесь вот, здесь не позагораешь реально. Тут либо они же делают обычно для чего, чтобы нужно было полежать, отдохнуть, позагорать. И надо было переставить местами площадку туда. Да, 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 да. То есть надо было как-то это все по уму сделать, где больше солнца, там, соответственно, поставить. Они взяли, влепили оно за дом. Ну, нормально, да. А главное, влепить, остальное неважно. Нарисуем одно, сделаем другое. Ну, цоколь, конечно, выглядит очень дешево. Вот эта история, я считаю, не очень правильно. Они цементом замазали, тут хотя бы герметик есть, а там мы вообще видели, что его нет. И такой голову наверх поднимаешь, а там на этаже все в этих мешках каких-то от строительных смесей что-то завязано. Главное, чтобы на голову не упало. То же самое, да? Ну, я вам скажу, что вот это самое первое будет проблемное место, когда пойдет вода, вот здесь начнет все это валиться. Крепление, это не крепление. Да это крепление трудно назвать. Ребенок это снесет. Ну, да. Полтора годовал. А понимаете, у вас здесь будут кататься дети на велосипедах, на самокатах. Вот он ехал, долбанулся и все. И его нет. Вот здесь смотрим. Что, дверь у вас не поместилась? Опаньки, выпилили кусочек, господи. Ну, как так, как, ну? Сама по себе. Закрыто, но видно, что она вся уже поломанная, отогнутая и неровная. Ну, хотя бы еще ржавчина, пока не видно. О, а здесь были цементные лужи. Водопадик. И вот здесь, смотрите, тоже, например, вот такие места. Вот здесь подключение воды. То есть она постоянно течет. Мало того, что здесь уже видно разрушение кладки. Вот здесь она разрушена. Вот здесь, соответственно, лужу сделали. По мне, нужно здесь было 100, хотя бы сделали бы из бетона. Вот такой, знаете, ложе есть, которая куда-то там хотя бы утекает на проезжую часть. И вот здесь все нужно было гидроизоляцией хотя бы, не знаю, покрыть специальным составом, потому что это все разрушится. Вот уже зелень пошла, это плесень. Вот, смотрите, зелень, видите, это плесень, потому что влага, и вот она здесь, она здесь стоит. А так как здесь навес, здесь, соответственно, тень, ну, пока не испарится, так все и будет. Помните, там было скотчем заклеено? Разница, да, какая? Еще, блин, ну как так косячить, я, честно, не понимаю. Третий подъезд, здесь такой же тамбур, куча мусора строительного. Ну, вот видите, вон, как они сделали. Вот это что такое? Она уже вот бухтит. То есть ее положили, и она там своей жизнью на герметике держится. Идешь, 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 и вот здесь едешь, и прямо вот сюда. Почему это так канализационный люк уложили? И вот здесь тоже, смотрите, здесь люк, здесь люк, здесь люк, тут люк, блин. Травы нет, ничего нет. Тоже ветер дует, полиэтилен развивается, но как-то вот нет ощущения. А еще и класс тоже электроэффективности D, ну, блин, просто какой-то капец. Да, у нас в некоторых договорах был лучший класс, а потом поменяли. То есть, получается, раз он класс D, а не B, то, представляете, как они сильно сэкономили, как удешевили вообще проект и инженерное оборудование. Где тут камера? Это вот это, да, наверное? Да. Или следующее? То есть, ну, вот сюда выбрасывают. А, да-да, вот здесь даже, кстати, не подписано. Ну, вот это, да, она еще и под углом, смотрите, просто, блин, жесть. А, здесь открыто. Ну, пойдемте сюда. Идет, поэтому, здесь открыто. Ну, стекло уже вынесли. Интересно, откуда его вынесли? Входная группа. Слушайте, какой-то здесь запах такой странный. Чувствуете, да? Какой-то химозный затух ушел. Блин, господи, вонище просто. Ну, здесь аналогично плохо отмыто. Видим какой-то кабель, где-то должны были что-то подключить, не подключили. Был огромный радиатор отопления. Наверное, такой нужен. Красивые, классные трубы. Здесь плитки не хватило, обрезать не смогли. Стаканы просто ржавые, трубы идут не посередине стакана. А с краю зачеканено, тоже фиг поймешь как. Плитку здесь тоже зелененьким покрасили вместе с потолком. Вот здесь просто видно вот что. Я не знаю, как это назвать. Либо перепад, либо уступ какой-то. Да, блин, ну как-то. Углы не так хорошо. Вот эти углы все кривые, косые. То есть куча грязи на них. И меня не внушает доверия. Ну что, открываем барабанная дробь. Неудивительно. Неудивительно. Так, вот здесь, где пожарный храм, здесь еще и дача должен быть. А зумер хотя бы работает. Мы их убрали на время, потому что их воруют. Давайте сразу на любимый последний этаж. Так, а что-то мы еще... Ага, ехал. Я уж испугался, что лифт не работает. Что пешком не очень хочется. А это спасибо большое. Енева. Ох ты. Заходишь и он... Они прям ее позиционируют, что жильцы просят, просят Енева. Да, уже отработал. Слушайте, ну вот... Дисплей. Дисплей, все. Дверь не закрывается. У меня, например, Енева, и я доволен интернетом. Ничего не могу сказать. Мы ее ни разу не слышали. Но он мелкий. Ну, у ЦДСа с ними заключен, наверное, наговор. Мы едем. Двери открываются. Видимо, нет. Прикольно. То есть, смотрим, значит. Мы нажали с ним. Давайте 16-ю пусть будет. Двери закрываются. У вас, по-моему, и говорили, что жильцы, что-то с лифтом было, что он не ехал. Все. Главное здесь не остаться. Двери открываются. Мы уже приехали, видимо. Как в Бурж-Халифе. Подождите. Здесь есть вот такая кнопочка. А он, наверное, не сработает. Ну-ка. Ждем. Заходите. А нахлик сломан. Двери закрываются. Второй пакет. Застрянешь вот так вот. Десятый. Двери открываются. Ответа нет. Ну, вот смотрите. Есть. А, телефон есть, куда можно позвонить. Если у тебя телефон ловит. Ну, хотя бы так. Потому что часто бывает, что вот этого нет. И ты вообще не понимаешь, куда тебе обращаться. Енева маленький оператор. А застройщики, когда проектируют дом, то у них, соответственно, должно быть, кто там дает воду, там, топление, интернет, телевидение. Ну, соответственно, с Еневой, значит, договорились договором, потому что они здесь, наверное, преобладают в Ленобласти. Поэтому, соответственно, они здесь есть. Был бы Питер, был бы какой-нибудь любимый Ростелеком. Либо дом Роу. Все, не уедем. В общем, никуда не уедем, да, понятно. Какая красота. Ау-у, кто в подвале? Здесь накурено, видно, как протоптано. Все в грязи, ничего здесь не отмыто. Ограждающая конструкция держится крепко. На втором этаже видим оголенные провода. Блин, смотрите, что сделано, смотрите. Здесь, получается, кровля чуть выше, здесь куча грязи. Влага отсюда должна уходить вот сюда, то есть течь. А, отсюда никуда. А, нет, вот сюда. А потом вот сюда. Ну, вот это просто ноу-хау. Почему не сделать сразу вот туда? Нафига, чтобы сюда лилось? Легких путей не ищет. Водопадик свой личный. Пошире кажется, да. Тут у нас лючок забыли поставить. Слушайте, ну, честно, разочарование. Все вот эти значки, я не знаю, надо рисовать такие, чтобы были понятны для людей, а не для каких-то спецспециалистов. Вау, ну ничего себе. Ого, это что? Это что? Для чего? То есть они просто так лоханулись, что пришлось сделать вот эту бороду. Блин, а где стеклышки? А да. Стеклышек нет. Нету. А где-то частично нет. И он уже ржавый. У нас сегодня день ног. Да, день ног. Сейчас подъемлю. Квадрит, кипсты. Надо сюда. Слушайте, обычно с завода это... Слушайте, а это у них просто... Блин, я даже не понимаю, что это такое. Это то ли бракованный лестничный марш? Да, скорее всего. Потому что здесь уже нормальный. Хотя нет, он тут... Нет, ну это они ходили. Да, да. Как будто виси шарпан. Вы типа курите. Опа! Что это? Вот тут вот дождь будет идти. Да. Ну типа все туда, все туда. Здесь получается утеплитель. Да. И соответственно вот в эти отверстия будет попадать влага. И утеплителю придет кранты. Что, они не могли откос сюда поставить? Видели, как водичку вылили? Да, да. Да, молодцы. И все это вот в засаженную траву, которая и так не растет. Они все это выливают. Ну может быть она хотя бы прорастет. Ну если туда мыло лить, я думаю, что вряд ли. 17 этаж. Вот такое качество от застройщика. Так выглядит монолит. Примыкание наличника к фасаду. Здесь ты нам или получше. Да. Видно, из квартиры какая она чистая. Смотрите, как выходил человек. Во! Задвижка, лючок. Забыли. Ай-яй-яй. Как вы так могли? Блин. Ну вот это по фуншую, по фуншую. Потому что здесь звонков я нигде не вижу. А их выдают, как их, блютусовские? Я понял, которые эти беспроводные. Да, да, да. Смонтировали, не демонтировали. Здесь что-то двери как-то, да, жиденькие. Тут тоже, знаете, гипсокартона не хватило. Поживили. Во-хо-хо-хо-хо-хо. Сюда враг не пройдет. А здесь тоже, да. Здесь что-то поровнее сделано, чем в том месте. Ну вот и все. Здесь должна быть, похоже, система как домофона допуска. Здесь вот провода торчат. Но что-то какие-то очень ненадежные. Их окрасили тоже зеленое. Болотным цветом. Ну, блин, это просто жесть какая-то. О-хо-хо-хо. Сюда инструкцию запихали по использованию. Там она нужна, да. У тебя здесь указатель есть. А там нет. Помните? Там еще не успели в новом доме. Не заказали, да. Не заказали. Нет, так это вот они приваривали. То есть эту дверь, похоже, просто вынесли строители. И они это все подварили. Это какой корпус у нас? Это третий. Третий корпус, второй подъезд. Можно сразу вставлять гарантийную заявку. Да, второй. На просьбу отштукатурить, закрасить, переделать. Классно. Только сдали, а уже капремонт. Ты пришел в новый дом. Хочешь пройти с ребенком, поиграть на своей новой площадке. А здесь вот. Вот это что такое? При этом обратите внимание, на этом заборе вот уже ржавчина пошла. Вот где сварка. Качество. Пришли на приемку квартиры. Значит, это обычный дом. Обычная квартира, которая оборудована для управляющей компании от CDS. Вот сидим, ждем. Сегодня у нас, друзья, эксклюзивные кадры, потому что приемку квартиры будет осуществлять сити-проф. И их еще не было в моих видео. Была лишь компания Авангард. Будет интересно сравнить работу специалистов. По фэншую все. Ржавчина. Ровно все. Качественно. Здесь алюминиевого уголка не хватило. Немножечко так. А здесь очень много. То ли это клей, то ли это герметик. Зато мы с вами видим, что он алюминиевый. А вот ваш лючок. Ну, кстати, вчера только был на приемке у Пика, и у них вот выводы есть тоже. Холодно-горячая вода сделана все очень аккуратно, чем и здесь. И везде отмечено, где холодно, где горячее. Смотрите, сама прихожая. Вот сюда сразу шкаф просится раз. Вот прямо, только это вот не знаю. Вот его, видите, надо, наверное, вот так как-то его ставить. Или вот сюда на пару поставить. Угловой. Или угловой, да, можно. Я бы сюда поставил тумбочку, на которую хотя бы можно присесть. И для оперативной одежды, чтобы повесить время, сюда что-то такое сделаю. Розетка, причем под холодильник. Под холодильник. Но как вот я поставлю, если здесь радиатор? Холодильник рядом с радиатором? Слушайте, подождите, ну вот получается, вы часто готовите? Каждый день. Каждый день, понятно. Значит, я бы, наверное, ставил себе вот так и углом. Вот так углом. Тут радиатор, да, вообще ни к селу, ни к городу. Ясик тоже не откроется из-за него. Кстати, да. Здесь, получается, вот сюда только, что холодно ставить? Получается, холодильник ставить только сюда. Да. А если его ставить сюда, то дверца как раз должна вот так открываться. Морозилку не открыть? А морозилку до конца не открыть, да. Как-то очень странное решение. Странное очень. Вентиляция у нас, смотрите, решетка держится на скотче. О, уже нашли. Вот это красота. Углы тоже, вот если обратить внимание, такое ощущение, что клеем подмазывали, когда подрезали, так все осталось. Вот видите, вот уголь, раз. Вот это, обратите внимание, где потолок. Вот тут тоже, да, видите? Вот здесь они вешали, вот здесь, смотрите, обои не доклеили, здесь вообще их не приклеили, то есть их нету, голая стенка. А здесь вот они обои повредили, здесь бирка в стене. Еще надо обязательно под плинтусами наличие плесени проверить. Я еще хочу посмотреть, чтобы сняли заглушку и посмотрели, потому что на седьмом участке девушка, когда монтировала кухню, ей просто сняли заглушку, а там просто кусок трубы, он просто отрезан и вставлен просто в стену. А, ну чтобы ванну туда лягусь. Вот просто в никуда, и все. Если бы ей все тут включили, она бы затопила всех. Поэтому заглушку надо будет снять, это раз. И во-вторых... Розетки на одном уровне или ощущение, что вот это чуть выше, да? Такие чувства, когда они вообще какие-то кривые. Вот, и по щитам. Если вы обратили внимание на лампочки света, у нас моргают. Угу. Это как раз, какие-то, про что вы говорили. То есть если чуть-чуть шевелить автоматы, то есть у нас он усиливается, да, в органе. И, следовательно, клемма у того щите с автоматами у нас не протянула. Сейчас подойдет электрик. И все это непосредственно ему протянули. А сходь, могу? С остальным попробуем, чтобы сходить от них не было. Узали. Хватит. Это полярный, он легко. Нет, полярный, он все равно не сделал. Это пригрейный, и в целом он решет. Угу. Ну, забыли снять. СДС должен сети профу на карту деньги за это привезти. Да, да. Что он сделал работу за его строителей. Вот это вы тут, зачем болтаете? Слушайте, стулья, кстати, прикольная. Я помню такую же, похоже, планировку сетла видел. Вот это углубление мне нравится, вот такое нормальное. Сюда может быть как раз... Я купилась на то, что кухня в нише очень удобна в плане планировки. Ну, сюда реально просится P-образная кухня, но только здесь из-за радиатора. Да. Тут либо, понимаете, надо будет мебелью что-то выдумывать, делать. Потому что бывает, знаете, делают столы, ставят прямо две радиаторы, и сверху на столе делают пропилы, чтобы тепло выходило. Может быть, здесь что-то такое же надо выдумывать. Или на поле русский, допустим, если еще уже... Ну, это дополнительно, соответственно, мы понимаем, и деньги. Конечно, надо, чтобы все отмечали, пока отопления нет. А на плане здесь был радиатор или нет? Что на плане? Нет, радиатора не был пока. Не был. Супер. Ну, тут сантиметра два, да, там, если не больше? По верху. То они ее вообще не снали, не то что-то конца. Ну, они тут что-то как-то, может быть, прорезали и все. Ну, тут здесь тоже, я не знаю, должны тут обои быть или тут клей там засохший торчит. Крепления все в грязи. Здесь, обратите внимание, здесь вот обитый угол, здесь ржавчатый. Это даже уже ничего не сделать, это вот мулу надо ставить, эту планку. Здесь вам оставили шпаклевку на крышку, но эта крышка, в принципе, не страшная. Миллиметр и коробку непосредственно именно в обманной комнате имеют неровность плавного очертания, то есть провисать. Вот. По планам допустимый угол на помещение в районе 10 миллиметров, либо неровности 4 миллиметра, либо у нас ямка, либо губок. В целом, все выпишем по планам, никаких вопросов абсолютно нет. Ну, и по потолкам мы с вами обсудили, то есть в каждом помещении у нас есть угол. Вот это вот, вот прогиб в санузле, насколько это серьезно? А какая, если там будет стоять мебель, да, то есть грубо говоря, где мы померяем, если мы померяем по центру поставим мебель, то естественно, все два мебели у нас будет сантиметра. Ну вот, если хотим под потолок. Если померяем сбоку, либо справа, либо слева, то он у нас там просто не войдет. Ну, понятно. Но вероятность того, что там будет стоять шкаф. Шкаф нет. Ну, точно нет. Точно нет, поэтому... Единственное, в любом случае, какое-то навесное оборудование, да, то же самое. Да, там будет, ну, там, не знаю, там, ну, зеркало, какие-то полочки и все, больше ничего. И из-за данного освещения просто, ну, его не видно. Ну, да. То есть видно, когда слабо. То есть это на тот момент, когда вы приходите сработать с лассером. Еще криво. Ну, что-то в этом духе. Естественно, при данных погодных условиях... Ну, он просто не чайник, не раскручен. Достаточно мелкое ограблуждение вентиляционных каналов. Поэтому для того, чтобы проверить вентиляцию, используем ли, чтобы закрыть площадь всего вентиляционного канала, чтобы понять, как она есть или нет, забиты вентиляционные каналы или нет. Ну, вчера с «Авангард» тоже было, и то же самое они там и лист использовали. Или и анимометры. Да. Ну, иначе... Ну, просто я здесь уже был и не... А чем вот здесь розетка? Она здесь вообще бесполезна. Ну, понятно, да. Температура на улице такая же, как в помещении. А у нас еще и пятый этаж, не последний. Ну, я бы хотела бы... Мне вот здесь вот прямо не хватает розетки. Вот здесь мне прямо не хватает розетки. Ну, да. Лис прижимает. Должно быть нормально. Хотя бы понимая, что там что-то точно есть. Смотришь на затирку, здесь какая-то красно-бордовая, бела-серая. В общем, все цвета радуги. Может быть, они здесь прямо трубу пилили, поэтому все такое. И вот смотрите, тоже прикол. Хотите? Мне кажется, это не затирка, что это... Вот подождите, вот вы тоже, как хозяйка, смотрите, ванна. Допустим, у вас здесь стоит... Течет сифон. Нормально. Здесь стоит стиралка. Полотенце-сушитель у нас электрический. Вы его включили. Сюда включили стиралку. И все. Фен нужен. Куда его включить? Некуда. Тройники. И у нас уже бизнес-идея. Внизу посадить бабушку и продавать тройники. Или салон красоты открыть внизу? Ну, это дороже, бабушка дешевле. Нет, здесь хотя бы все отмыли, так прилично. Я еще не знаю, вот если посмотреть, что... Не отрегулировано. Не отрегулировано. Но это мелочи, это реально мелочи. Вода-то хоть есть? Вода есть. Ванна, кстати, да, я отметил, что она держится реально крепко. У меня еще такая дырка блеет после того, как ванна закончилась. Да, такой, усэтл такой, кстати, часто. А сколько вы можете померить размер ванны? Конечно. 1,5. Тут получается, ну... Ну, чуть погрешность. 1,49, наверное. Ну, 1,5 метра, да. Тут, кстати, у вас запилено очень хорошо, я скажу. Потому что мы вот смотрели большую евро-трешку, там трындец. Щель на щели, все криво. Здесь ровненько все сделано. Затирочки, видите, как много оставили. Ну, это мелочи же. Это мелочи. Плитка обычная, дешевая, советская плитка. Чем такой замок тугой? Он очень прям... Тугой? Прям очень. Ну, слушайте, да, так вот офигеть. Ну, для меня... Даже для меня такое усилие, они обычно там легко ходят. И здесь, кстати, тоже запилено все хорошо, молодцы. Угу. Ну, у вас здесь, кстати, поприличнее, чем я вот до этого сейчас здесь ходил, смотрел. Значит, вот здесь, если обратить внимание, есть отверстие под конденсат. И эти отверстия должны быть еще вот здесь. Вот здесь видите? Нет. И я здесь не вижу. Но они должны быть. Потому что, получается, вся влага куда будет идти? Соответственно, вниз. Здесь набираться. И куда она будет уходить? Непонятно. Неизвестно. А с этой стороны, вот если выйдете, тоже увидите. Вот они, отверстия под конденсат есть. То есть, куда это? Под плитку должно все затекать. По мне, серый смойца намного лучше, чем черный. И он, видите, совсем не бросается в глаза. Но вот здесь есть вот такой момент. Его надо заменить. Это заменить надо. А так окно вроде проем, дверное. Так нормально все сделано. По самим профилям. Ну, в любом случае укажем, что профиля у нас загрязнены строительными смесями. То есть, ну, да. Отмывать надо. Да, и красная с той стороны. Также у нас присутствует загрязнение полностью от тора, полкона, блока. Сама рама целая. Все хорошо. Вопросов никаких нет. Диверска закрывается, открывается. Не за что не цепляет, не задевает. То есть, и ответная часть. Уплотнительная резинка у нас на месте. Здесь отсутствует... Вот тут. Секунды. Отсутствует саморез крепления. Непосредственно именно ответная часть. Да, то есть, вот она вываливается. Она просто не закреплена. Часто физически отсутствует саморез. Вот. Правильно заметили, что нет капельники. Да, то есть, порожек у нас слишком высоко. У нас задрали и все дренажные отверстия у нас закрыли. Закрыли. Да. Отметим поврежденную накинительную резиночку. Вот стеклопакет. Здесь разрушающих порогов стеклопакетов нет. Здесь есть небольшой производственный брачок на верхнем стеклопакете в виде пузырька. Что с ним делать? Позаметно. По данному оконному блоку, то есть, то же самое абсолютно. То есть, здесь уже самолет есть, конечно, но он не держится, да? То есть, там профиль вырван и он прокручивается. Остальное же створочек, он в порядочке. Вот. По подоконнику. Ну, тут мелкая, небольшая царапина. Когда снимали пленку, видимо, черпали ножом. Прорезали. По откосам. Полностью, опять же, по периметру, да? Сколы идут. Они у нас из-за движения рамок. То есть, когда хлопает, створочка идет движение поранее. Оно скалывается. Но лучше, на самом деле, сделать эти вещи просто пройтись с герметиком, да, пройтись, чтобы не было этих сколов. Они будут появляться, даже когда исправят, все будет красиво, хорошо. Ну, да. Пару раз створочкой мы хлопаем, вновь отвалится. Ну, и по откосам все дефектики. То есть, именно окраски в основном пострадают, какие-то петли, узлы, какие-то наплыви непосредственно именно на красочке. То есть, такие достаточно мелкие нюансы, дискончики. Вот они, неподготовленные, да, участочки. То есть, у меня шкури на поверхности есть окраска. Крепко держится. Вижу на лице удивление. На самом деле, да, думала, что будет хуже. Думали, что будет хуже, то здесь и нормально. Ну, как-то все... Ну, чем еще коллектор, мы посмотрим, что ли там в порядке. Так, ну, по радиаторам, основные моменты, это просто потертости. У нас, да, то есть, на радиаторе есть небольшие... А на том ржавчина. Здесь, да, я понятил. Самые основные моменты, это места подключения. Сейчас они находятся в обогонном состоянии. Практически никаких нет. Ну, понятно, что... Что, штукатурка есть? Здесь, собакон, укрепление, не само. То есть, они загрязнены. Но сами соединения, все сухие. Да, наверное, радиатор тоже, к себе, не установлены по уровню. Я имею в виду, с сухой нигде не замерзнет. Радиатор, и тоже, если посмотреть, он там... Да, 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 грязь. Грязь везде. Ну, и здесь, собственно говоря, поблуждена правая накладка радиатора. Угу. Под замену. Сколько раз нам пошли, даже не заметили мы. А без фонарика не видно, да? Без фонарика не видно, да. Угу. А, то есть ты прям совсем... Да, да. Да, и ухожу. А, вот, знаете, ухожу за... Ух, блин, то сам, наверное, подгибали. Все хорошо, подгибаются, а ничего нет. Ух, блин, по-моему, случится. Вот это частично, они не прибегают просто к стеночкам. Ну, это же можно было... Ну, это мелочи. Это мелочи, да. Ну, отслойений, штукатурного слоя нет. Примечать, здесь видно, что я даю технику наносим слоя, потому что по факту она вся узиточка снимать необходимо, да? То есть от начала до конца по периметру. По фасадной штукатурке у нас везде присутствуют заберезнение, какие-то небольшие сколы, повреждения. То же самое на этой стеночке. Здесь вообще на двух раз, то есть неподготовленный аппарат, это саложка. Пока, 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 в принципе, необходимо делать. По витражной конструкции требуется регулировка створки. Не закрывается замок, не фиксируется. Здесь немножко деформирован язычок, его надо поправить и опустить ответную часть. Вот, ну, вот еще, например, на регулировочку. Дальше, по штапикам. То есть если просмотреть именно все штапики, то они все имеют у нас зазоры абсолютно по всей конструкции. Защитное ограждение. Подергивали, все хорошо, все закреплено, вопросов никаких здесь нет. Стеклышки. В таком состоянии достаточно сложно рассмотреть. Мелкие волосы и царапины, да. Разрушающих пороков и крупных выбивающихся из допустимых, но я нашел только здесь и тоже, потому что помогает солнышко, он бликует. И здесь достаточно много по данному стеклу. Какое впечатление о квартире? На самом деле, я думала, что будет гораздо хуже. В принципе, здесь квартиры недорогие сами по себе, по стоимости. Поэтому какого-то прямо супер-пупер бизнес-класса, понятное дело, мы здесь не ожидаем. Но те деньги, которые все-таки дольщикой платят, будьте добры все-таки отработать. Вот эти рендеры соответствуют действительности, то, что они сдали? Не все. По поводу управляющих компаний, это отдельный вопрос, потому что как только мы подписываем акт приема передачи, сразу же начинают падать коммунальные услуги. А коммунальные услуги, соответственно, это куда включаются, в том числе и, например, обслуживание видеокамер, которых мы не заметили, к сожалению, сегодня вообще. Нет, там есть, но немножко я вам скажу. Ни в парадной, ни в лифте. Парадных нет. В парадных нет. В лифте в одном я видел замутанную скотчу. Вот, соответственно, за что я должна платить деньги, если все это еще пока что не работает? И вообще, на самом деле, у меня вопрос такой, может быть, риторический, я не знаю, или просто в воздух для застройщика. Куда вы торопитесь? Вы сдаете сырые дома, действительно. У вас в договоре прописано, что вы можете сдать дом в следующем году, выдать вообще ключи до сентября следующего года. Дома сырые, ничего не проработано, все какие-то косяки, вы куда-то торопитесь. Они еще хотят с жителей содрать единовременные целевые платежи за дополнительные камеры. А, вы давно говорили, 55 рублей с квадратного метра. Да, 60. А, 60. Для этого корпуса 60 рублей за квадратный метр. За дополнительные камеры, ограждения газонов на улице, соответственно, и решетку на крыше. Круто. В том числе в квитанцию будет входить медосмотр сотрудников управляющей компании. Да, вы что? И повышение их квалификации. Круто, за ваш счет. Очень круто, да. Не с прибыли УК, а за ваш счет. Да, да. А в городе Первых управляйка АЦДС подает заявление в полицию на своих жильцов. Представляете? Да, я видела. Написано на трех дольщиков заявление в полицию. Распространение информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе интернет-информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство, и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть Российской Федерации. Как эта статья относится к УК, вообще непонятно. Это просто жесть. Это как услышала, я пофигел реально. Мы хотим, собственно, чтобы у нас было частное и открытое голосование, потому что как голосуют у нас сейчас, нас просто говорят, подсовывают договор с управлением вместе с бюллетенем, а это смысла нет. Если ты подписываешь договор, то ты уже все согласен с бюллетенем, ты там за все уже за, ты уже там ни за что не против, если ты подписал договор управления с управляющей компанией. Во-вторых, чтобы нам дали экономическое обоснование тарифов. И третье, мы хотим, чтобы все-таки были услуги управляющей компании, были выполнены качественно. Везде грязь, везде разруха. Какие-то заявки, если они оставляют вот в это квадо, они могут просто аннулироваться, и все, и никто ничего по этому поводу не делает. Отдадим вашу квартиру вот с какими-то доделками только в следующем году. То есть какие-то вот такие моменты, они начинают просто выдумывать, и это, не буду кидаться громкими словами, да, я просто скажу, что они вводят людей в заблуждение. Вот мы с вами и посмотрели, как застройщик передает квартиру, и в каком вообще состоянии двор, сами дома, входные группы, коридоры и все остальное. Также еще подвал посмотрели, когда там перед носом закрывают дверь, чтобы, не дай бог, мы не прошли, не увидели недостатки, которые, к сожалению, там есть. Нужна помощь с недвижимостью, не можете выбрать сами, не стесняйтесь, обращайтесь. Позвоните мне, или оставьте заявку на andreyartemov.ru. Также можно написать мне в моей соцсети, они в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, мне ставьте дизлайк, поделитесь с этой ссылкой на видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok